Так, ребят. Пока что уберу всё, Хэппи уже начал играть, вот тут Паки стримит его. Сейчас стоп-старт происходит, естественно, возвращайтесь на стрим, когда стоп-старт сделается. Да, 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 да. Так, делаю хай. Не успел я в игру буквально. Буквально там пару секунд не успел. Я вижу хэлбат пуш идет от хэппи, стирал 6 троучий, строит. Блин, как этот хэлбат пуш от хэппи уже достал? Неужели он есть? Вот если хэппи пройдет и поедет на АМ с этим хэлбат пушем, это будет полный... Да что его фризит-то так? Бесит меня, ё-моё. Хайп поставил уже говно это, блин. Твич этот, блин. Фризит, блин. Никогда не фризило так. Сегодня какая-то хрень. 6 минут хэппи в игре до сих пор, учитывая задержку. Ещё игра продолжается, насколько я понимаю. Делает ли хэлбат пуш что-то, я не понимаю пока. Что происходит? Что сегодня за ад-то такой? Да начни ты работать уже. Стримов вообще в СС нет почти что, кстати. Сирал по-моему изи здесь отбился, насколько я вижу по лимиту. Ну парабам, ситуация близка на самом деле. Что, медиум ставить что-ли? Что, упали что-ли вообще? Вот как качество меняют, сразу всё работа начинает. Но Либератор здесь неплохо напрягает. И медиум фризит. На твич перейдём мы сейчас. Что-то с браузером, ну, как бы всё работает, но сегодня какие-то косячки есть небольшие. Что такое с интернетом происходит, вообще не понимаю. Или с твичом, или с чем вообще, что происходит, где, с чем. Дыхай уж, пусть будет, я не знаю. По времени туда-сюда меня кидает что-то. Ну пэпич ещё в игре это радует. Что-то с твичом ад какой-то. Я думаю, это будет выглядеть. Поэтому... ... ... ... У РЕВА норм Где там РЕВА-то я вообще его не вижу Пока что Все вообще остановилось Просто все остановилось В Хэппи в игре пока Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за ссылку Странно что вообще Такая хрень происходит Потому что У меня все вообще В мясо как бы лагает Ну в Питере может канал Ну потому что у меня Ну наш провайдер Он трафик из Питера Покупает Какой-то шараги Не знаю Вот Так что Вполне возможно Что поэтому И как-то не очень У меня же Ну вообще Что-то проблема Может быть Ну сейчас Псоклайн это Ростелеком Вроде бы не знаю У кого Ростелеком Видимо Такие косяки есть Какие-то Или что там В чем прикол Я не знаю Ребят Короче Приходит Хэппи Я вижу Прессует Сейчас очень-очень Жестко Вон Сирала Если я сейчас В игру Еще не попаду И тут такая Хренотня будет Это просто Ад будет Полный Заходит Хэппич 120 на 102 По лимиту Загружается Ой тут Муталевский Как вовремя Улетает Хэппи Медиваки Сплетанул Увел Кстати там Где юниты Сидели Молодец Правильно Медивак увел Не знаю Попаду или нет Вообще Раньше Попадалось Там никаких Не сидит Админа Кто попаду Я сомневаюсь Что там сидит 155 117 Что-то у Хэппи Не лучшая ситуация Сейчас по лимиту Складывается Я вам скажу Плюс Если Хэппи Будет играть С Дайши С Гавриком Который В игру Не пускает Тоже не очень будет Ну смотрите У Хэппи 2-2 В Сирала 1-1 Грейды Вот Вот уже И вырисовывается Преимущество Для Хэппич Я вижу По лимиту Более-менее Восстанавливается Четвертую ЦЦ На мейне Хорошо заходит Хэппи Ну что ж ты Медивак Не контролишь Ну ё-моё Вообще По идеально Можно было бы сделать 150 на 163 Уже Ситуация близка Становится Что-то там Рева делает Непонятно Не знаю Чего Все нормально Четвертая ЦЦ Пошла В смысле У того Стрима Лагает Скиньте Мне У того У кого Не лагает Стрим Откуда Он Револьвер Смотрит Я просто вижу Что Хэппи Только Стримит Этот Пакхи Если кто-то Другой Стримит Скиньте Мне Вполне возможно Что да Именно в этом То и причина Потому что Пакхи У меня Вообще Дерьмово Работает Всегда Его стрим 166 184 По лимиту В пользу Сирала Хэппи Идет вперед 3-3 Игры Делают Кстати У Хэппи 3-2 Будет В 1-1 Зерга В определенный Момент Хэппи Пробивает Камни Заходит На дальнюю Базу Сирала Скан Пошел Видит Где Сирала Расположена Армия Сирала Сейчас Стимпак Идет вперед У Сирала Ров Так У Сирала Реводжера Мутка Бейлинг Это странный Микс Очень такой Хэппи Перестимпачился Очень жестко Нужно сейчас Грамотно Ворваться Там часть Юнитов Хэппи Взорвалась По лимиту Усирала Больше Но по грейдам Усирала Очень Сейчас Провальные Грейды Будет По сравнению С Хэппи Грейдами А Тор Хэппи Хорошо Как он Бэйлингов Сминает Хэппи Контролит Контролит А там забегание Идет Нам пакки Вообще Ни хрена Не показывает Он смотрит Там на второй базе У Хэппи Забегание Которая Неслабо Хэппи Там что-то Приняло Но В итоге Хэппи Все равно Все пробревает По лимиту Более-менее Становит Ну как Боевой Такой Адекватный Лимит Стал Хайф У Сирала Хэппи Нужно Дожимать До готовности Ультралов Я так полагаю Значит плохо Будет Ну что Гасты у Хэппи Уже есть Ну нужно ли На 140 лимитов Вперед Сейчас Ломиться И нужно ли Опять отдавать Эти дропы Постоянно Как Хэппи Любит Вот это Тоже вопрос Сейчас Открытый Сирал бегает Рядом с Хэппи Он сейчас Может принять Его Пока Хэппи Без Пока Хэппи Тут Крип Убивает 191 165 Сирала 200 Сирала 200 Хэппи Сместил Сейчас С Крипп Правильно Сделал Так Видит Сирал Где Хэппи Находится Здесь Дропщик Одинарный Прилетает Хэппи Еще не готов Сирал Идет Отбивать Ну что 161 197 Усирала И Грейтер Спайр И Ультралис Кеверн Хэппи Хэппи Строит Пятую Сейчас Базу Пятый Точнее Вылетает Так Ребят Сейчас Законтролю Хэппи Еще В игре До сих Пор Что-то Там Происходит У Револьвера 165 195 Ну Нидусы Пошли Почему Хэппи Больше 170 Лимит Не поднимается Для меня Просто Загадка Так Нидус Стиральщик 180 205 Экстра Сапплай Немножечко Сирал Сделал Все Хэппи Лимит Становится Больше Сейчас Правда 200 Все равно Нету Идет Он Вперед Микс Очень Жесткий Но Нужно Как-то Гастов Так Расположить Чтобы Они Пас Напишут Так Прошу Прощения Мне Сейчас Надо Будет Отвлечься Укол Сделать Ребят Надеюсь Что Хэппи Не Закончит Сейчас И в Игру Чтобы Попасть Не Успеть Будет Потом Если Сейчас Еще Совпадут Тайминги Будут Совсем Не Очень Так Нормально 3 Средними Снай Снайпер Шот Все Все Плюс Воздух Плюс Технику Добавлять С Какими-то Грейдами Хорошими Других Других Вариант Я Не В 200 В 200 Сейчас Ситуация Становится Ну что Либератор Идут Перед Хэппи Прессует По-моему Готов Либератор Кстати У Сирала Тут Микс Вообще Не Очень Если Хэппи Сейчас Хороший Размен Сделает То Он Может Потом Просто Убить Так Как Там Брудов Мало Если Вообще Не Есть Десять Дни Реведжеры Бейлинги А не Бруды Летят Летят Сбоку Бруды Брудов Немного Ну Как-то Хэппи Они Врасплох Застают По-моему Бруды Снайпер Шотить Он Не Успевает Стимпак И Просто Бегом Убегает Так Всю Секундочку Ребят Сейчас Приду Убегает 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 Пропустил я Этот Адовый Замес Ребят Но Вижу Что Хэппи Разваливает Причем Разваливает Так Как-то Конкретно По Лимиту Вот Но Тут Мне Нужно Было Сделать Потому Что Это Вообще Тут Мне Одолжение Делают С уколами Так Что Нужно Отойти Было Так Тут Либератора Везде От Хэппи Блин Только Пхакхи Ухэпи Вот В чем Печаль То Вся Заключается Только Паххи Ухэпи Сейчас Находится В игре А Паххи У меня Вот Именно Даже Кстати Не Просто Твич А Именно Паххи У меня Провально Как-то Обычно Работает Стрим Хотя Сегодня Даже Медиум Фризил Ну что 200 в 200 По лимиту Запасы Равны Карта Пополам Поделена Так Я вижу Что-то Твич Немочко Хотя Нет Все равно Сорс У меня Не прет Может Хай Но Паххи На Сорсе Что-то У меня Тоже Как-то Да То ли У него Битрейт Какой-то Высокий То ли Хз Идет Хайпич Вперед Сейчас Либераторы Гасты 200 188 Какая Здесь 22 У меня Еще Паххи Отстают Раньше Еще Даже Идет Как Не Странно Кстати Хай По-моему Заработал Идеально Здесь У Паххи У меня Давайте Я пока Поставлю Вот Этот Стрим Лучше Хайпу Здесь Будет Со Звуком Так 187 194 196 По Алимету Фу Да Быстрый Укол Конечно Я Просто Тут Работаю Так Очень Много Либераторов У Хайпи По Воздуху Если Без Микоза Зерк Вообще Развалится Тем Более Что Ой У Зерка Только Одна Атака Армора Воздушного Нет У Хайпи Уже Вторая Атака Воздушная Сейчас Будет Готова Вот Он Выходит На Нижнюю Базу Не Готов Принимать Бой Сирал Сейчас Вообще Он Не На Позиции Абсолют Что за Хрень Даже Хай Начало Фризить Опять Я надеюсь Что Ненадолго Либераторы Выдают Гасты Выдают Базу Убивает Хэпи Сиралу Одну Еще Одну Собирается Выбивать Где-то Отстали Бруды Так Лучше Так Хэпи Инвайт Спасибо Ему Похоже Это Победа Хэпи Отлично Что Хэпи Заинвайт Все Вроде Никто Не Все Игра Новая Началась 160 На 120 Да Хэпи Удачно Вышел Гэгэ Пишет Сирал Красота Все Надо Закрывать К чертям Это Все Дело Ребят Извините За такое Это Все МС Виноват Не мог Нормально 3-0 Пробрить Марин Лорда Зачем То Отдал Игру Вот Так На Кибет Графика На Шестой День Пришла Завтра Будет Кибета Шестой День Последний Групповой Поехали Все В игре Ребят Болеем За Хэпича Все Как и Планировалось Я извиняюсь За технический момент Что-то у меня Твич Печальный Стал Давайте Сюда Все Ну что 1-0 Хэпич Блин Поменял Я Перескачал Ладно Нормально С этим Интерфейсом Будет Счет 1-0 Вот Сейчас Сразу Поставлю Я Просто Новую Версию Скачал Вышла Новая Версия Геймхарта Все равно Боевые Лимиты Не отображаются Ну Посмотрим Стандартные Стандартные Вообще Приятные Если бы сюда Куда-нибудь Лимиты Боевые Добавить Вот как Корейский Мне нравится Я бы Даже На этом Может быть Стримил Потому что Здесь У юнитов Все параметры Их есть Абсолютно Можно Выбирать Даже Рабочего Прожимать Строить Сейчас Отлично В общем Отлично Не знаю Что там С твичом Случилось Почему так У меня Именно Ну что Терраса Приона Ну Эта карта Хороша Против Проца Я уже Еще раз Я уже Говорил Не раз И еще раз Говорю Вот Хороша Против Проца Но Не так Хороша Она С тираном На самом Деле Поэтому Я думаю Все нормально Здесь Должен быть Ухэппи Ну что Прилетает Реперок Надо было Гранатку Им сразу Дать Пока Они Камень Грызли Здесь Текст Расположу Спасибо Пока На этом Вообще Уберу Интерфейс И Текст Этот Сейчас Поставлю Нормальный Интерфейс И уже Он ничему Мешать Не будет Все таки Лингов Хэппи Наминусовал И всех Четырех Кстати Минуснул По камням Уже Две Гранат По моему Прошло Спасибо Вартер Руз За сотку Вот Быстрых Уколов Побед Императору Это тоже Хорошо Все Да Так А что С вебкой Вебка Вот она Да Что-то Куда-то Она делась Как Почему Она Пропала Я еще Не понял Ну что От хэппича Посмотрите Да Что ж Ты будешь Делать В тех Одной Стратегии Решил Выиграть Что-ли Я чуть Не понимаю Либератор Запилен Сейчас Здесь Все Местами Меняется Старкор Пошел Треть Сэшка Прямо Под овером Нужно ли Ну Ё-моё Так Все Откровенно Хэппич Делает Почему Так Все В мясо Откровенно Сирал Здесь Золото Сейчас Займет Изи В итоге Два Эволюши Настирал Стоит У хэппи Инженер Пока нет Вижу Либератор Вперед Полетел Куда На вторую Явно Базу На золоте Добыча Начинается Хороший По количеству Рабочих 39-34 Сейчас Лейеры Усирала А нет Он почти Готов Уже Лейер Ранний Лейер Получается Ну Как-то Хэппи Здесь А зачем Как-то С армари Начал Да Интересно Но В итоге Армари Не применено То есть Хэлбад Пуш Нет Может Тупую Хэлбад Пуш Делать Было Раз Он Настолько Отточен У хэппич Я не знаю Залетает На вторую Сирал Реагирует Все Дроны Смогли Уйти Сейчас Но Блочица База Посмотрите Один Два Дрона Минус Нужно Только Успеть Сложить Успевает Складывать Хэппи Улетает Даже Ни одного Устрела В принципе Не получил Либератором Что у нас Реводжеры Реводжеры Здесь Либератор На мейн Врывается Хэппич Ну что Что ты такой Невнимательный То Хэппич Теряет Либератора Приятного В этом Мало Биллиончики Пытаются Заезжать Один Один Заказывает Сериал Хэппи Плюс Атака Пошла Второй Инженерка Строится Сейчас Один Один Будет Третий Сэсэшка Улетает На золото Нужно Переводить Рабочих Нужны Танки Поближе Отсюда Переводить Чтобы Прикрывать Эту Добычу Вторая Инженерка Готова Один Один Армор Пока Не Заказан Здесь Минус Геленщик Мне прям Неудобен Этот интерфейс Так Честно Говоря 71 110 По лимиту Пользователь Лев 699 Активировал Премиум На ваш Канал Джейджей Подчеркивание Эйеди Поддержал Ваш канал На сумму 200 рублей Ровно На дозаказ Морских Лимитов Спасибо Джейджей Айди Попозже Разберусь Со всеми Этими Списками Ребят Всем спасибо За премиум За поддержку Идет Тирал Вперед Ровущими Ревджами 84 133 По лимиту Совсем Какой-то Дичайший Перекос Сейчас Есть 4 танка Правда Ну бункер Убивает Тирал Нужно Новый Заказывать Заказывает Хэппи Можно было Отменять Кстати Надо По хп Прикид 400 хп По 60 Дэмоджа Ну там Не было 400 хп Еще Разбиралось 101 лимита Две Депушки Достраиваются Весувер Ты какую-то Хрень Несешь Это Клауд Кинстон Клауд Что-то Там Клауд По-моему Просто Наушники Ты видел Не такие Живые Они в Москве Так Минус Дрон Улетает Медивак А2-1 Пошел Свич В грейды Милишные То есть Выходит В перспективе Ультралов Линго Бэйлингов У нас Сирал Хайва Пока нет Спайер Скоро будет Готов Крипа Очень много Здесь В центре В итоге Здесь Медивак Разгружается Пятую Уже Сирал Собирает Ставить Хэппич Четвертую Сц 121-155 Сирал Не продавил 133-80 Было Не продавил Забоялся На Хэппич Наламываться А теперь Хэппич Страшен Конечно На такой стадии Может быть 9 мутальхов Заказано Туретки У Хэппи Есть Да На Мэйне На третью Разве Что в продакшн Нет И Инженерки Не прикрыто Ничем Сканит Хэппик А Он Крип В центре Выгревает Сейчас Муталисков Заметил Насколько Я вижу Но Стимпаки Убегает Молодец Крип Королева Выходит Новые Крип Тум Расставить Так Чтоб Крип Даже Не спал Так Здесь Марики С Роуч И Бьются И Роуч Их Разберут Естественно Хэппи Нужно Законтролить Муталиски На Мэне Инженерки Ни в коем случае Подставлять Нельзя Сейчас Хэппи Пытается Мутку Перехватить Не Перехватил Не Убил Ни Одной Но Туретка Нужна Обязательно Под инженерками Иначе Можно Потерять Будет На Халяву Вред Демон Здоровье Нормально Но Хорингит Перетек Лимфома Мне Поставили Диагноз Не знаю На самом деле Как так Но После Скуку Четвертый Раз Или Пятый Уже Укол Антибиотиками Вроде Как Помогает Вот 22 Байлинга Сирал Хэппи Крип Выбивает Сирал Упорно Его Восстанавливает Здесь Нужен Королев Минус Ну Чтоб Крипа Не Был Что Хэппи Дел Сирал Вообще Никак Не Отреагировал Королев Отдал Все Хэппи Уходит На Медивак Хорошо То Что Отодвинул От себя Крип Значит Скорость Зерга Будет Не Такая Быстрая Значит Скорость На Реакцию Будет Быстрее Естественно Будет Запас Времени 2 1 Сирал Посмотрите 2 Армора 1 Оранжевая 1 Коготь Вторую Атаку Не Заказывает И Хэппи По Грейдам Сейчас Обгонит Получает Сирал Врыв На Золото Идет Здесь Нужно Ой Танки Фокус Бэйлингов Не Хватает Просто Царски Вообще В никуда Столько Лингов 20 Бэйлингов Сирал Сливает Это Полный Провал Вот Ничтож Так Здесь По Рабочему Ничтож По Юнитам На Обычном Интерфейсе Нету Конкретного Количества Конкретных Юнитов Показанных Поэтому Все в порядке Вот Помните Что Задержка 2 минуты Стоит У меня Так Медивак Улетает Здесь У нас В общем То Что Здесь у нас Золото Добывает Второй Золото Хэппи добывается 145 200 Опять Хэппи Отстают 150 200 Но В прошлой Игре Хэппи Примерно Из таких Ситуаций Собственно И вытащил Муталиски Опять Пошатать Собирают Несмотря На потери Макро Усирала Жестче Гораз То есть У него Вообще Всюду Здесь Добывается Здесь Все хорошо Хэппи Третий Армор Правда Нужно Заказать И Армор У него Тоже Должно Работать Начинать Почему Грейды Никакие Не делаются Гост Академия Есть Гасы Сейчас Пойдут Нужно Здесь Грейды Делать На воздух Атаку Здесь Армор Третий Заказать Гастов Начинать Заказывать Сейчас Уже Бруды Будут Скоро Усирала Ну Усирала Так Одна Атака На воздух Все На воздух Больд Не делаются Абреналин Там Лингом Грейдов Много Усирала Продакшни Так Здесь Марики Приход Муталисков Хэпи Встречает Ё-моё Тут Тут Муталисков В разы Больше Чем Мариков Поэтому Мариков Несколько Штука Гребло Хэпи Приводит Еще Юнитов Отгоняет Все-таки Мутку Здесь Валинга Пытаются Развести Марика Развели Собаки Псы Умные Сирал Контролит Так 15 Сегодня На премиум Подписал Еще Людей По премиум Статистика Последние дни Вообще Замечательно Гост Один Здесь Есть Нужно ли Гостов Подставлять Сейчас Под удар Думаю Что не Стоит Либераторы Есть Грэйды 0-0 Ну Е-мое Грэйды 0-0 Здесь Уже Вторая Атака Воздушная Пошла Хэпи Наконец-то Сообразишь Что Армор Должна Работать Заказывает Армор Хэпи Пятую Баус Занял Ну По экономике Хотя Баус Хорошо И то Слава Богу Вот На такой Стадии Хэпи Уже Не Одну Армор Уже С его Стилем Нужно Две Добавлять Армор Масса Цэшки Минералов Пациент Не хватает Эта Проблема Сохраняется Сколько Орбиталок Три Орбиталки Опять Три Орбиталки Три Планетарки Да Закажи Ты Три Еще Плюс Просто Пошли И Все Вообще Замечательно Будет Если На такую Стадию Выводят Ну Понятно Сиралом Выводят С другим Может Не Вывести Потому Что Другой На 130 Лимита Против 80 Во-первых Может Наломиться Вначале Третью Занимал Во-вторых Не Будет Беллингами Тупить Не Будет Сейчас Бегать Давать Хэппи 200 Потому Хэппи 200 Это Смертоносный В общем-то Такой Игрок Даже Не Ну Корейцы Корейцы Понятно Но Европейцев На таких Лимитах Мало Сравнительно С его Контролем Так Муталиски Наломаются По степу Либератора Демо Очень много Наносят Планетарка Падает Но Сирал На это Ресурсы Сливает Просто Немеренно Ну Убил Ты Здание Правда Либератора Еще 4 Слилось Приятного Мало Но Лимита Потерял Размен Идет Ну Хэппи Пока По ресурсам Размен Не выигрывает Вот Армор На здание Пошел Давно Пора Было Сделать Его На самом Деле Этот Армор Учитывая То Что Хэппи Стационарным Таким Стилем Бьется Так Здесь У нас 5 6 У Сирала В центре По Рабан Давайте Глянем Ситуацию 71 68 У Хэппи Даже Больше Рабочих Чем У Зер Не очень Хорошо Боевого Лимита Меньше В итоге Будет Здесь Вторая Рейнжовая Делается Грейды Давайте Посмотрим Грейды Три Армора Два Когтя Одна Рейнжовая Сейчас Еще Рейнжовая Будет Третий Когуть Не Делает У Хэппи 3.2 Сейчас 3.3 Будет Одна На Технику Атака Сейчас На Возду Будет Одна Атака Не знаю Надо Второй Арморе Добавлять По-моему И вообще Идеально Будет Все Здесь Работать Крип Тумор И Сирал Восстанавливает Новый Пытается Постоянно Крип Тащить Вперед Вот Это Правильно У многих У наших Зергов Проблема Крип Великолепно Тащит Один Раз Выбили Раз Все Больше Крипа Нет Всю Игру А Это Очень Важный Момент Даже Если Тирана Убивает Крип Нужно Патронов Лишних Не тратит Так Здесь Марик Ковера Убивает Кэпи Успевает По Марику Разные Стороны Посылать Фаербол Немного Лечести Чести Для одного Марикова У нас Офигел Наверное Гастов Уже Сколько Гастов Уже 13 Штука Это Реально Много Но Гастами Крип Выбивать Кэпи Ты че Микос Сейчас Один Получишь Забреют Нахрен Твоих Гастов Неаккурат Такой Ты Торов Строит Тем более Учитывая То Что Земля И Воздух Обязаны Быть Два Армора И Даже Не С Армором А 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 Армор Добавляем Перспективе Вот Посмотрите Все Хорошо У Хэпи Но То Что Он Не Делает Грядов Очень Плохо Все Хорошо Но Очень Плохо Почему Стирал Сидит И Он Сейчас Доделается У него Третьи По Земле Делаются Атаки Когти Максимально По Два Спайра Начало Работать То есть Он Понимает Что Без Грядов Никуда Ему Вообще Так Здесь Минус Марик Стоял Стоял Тут Рядом С Крипом По Рации Передавал Гряд Вокруг Одно Г Какое Склизкое А тут Крип Невидимый Был Он Не Знал Что Его Видит Шестую Базу Хэпи Занимает Но Нельзя Оборону Так Растягивать Хэпи Сейчас Сирал Расшатает Как Нибудь У Хэпи Нужно Сейчас Противовоздушных Юнитов Больше 8 Либераторов Это Не Так Уж Много Но 9 Бердов 11 Муталисков 7 Так 5 Есть Микос 5 Инфестров Есть 7 Реводжеров Если Сирал Будет Идеально Контролить То Он Может Всем Завершать Великолепная Снайпершота Но Нарол Нужны Груды Летят Вперед Хэпи Видит Весь Этот Врыв Сейчас Со Стороны Сирала Вторая Атак На Воздух Делается Либераторов Больше Нужно Понимает Либераторов Я думаю Понимает По Рабочим 72 68 Все Еще Хэпи Больше Ему Опять Из-за Этого Стиля Не Знаю Неужели Хэпи За столько Времени В этом Силе Вот Сейчас 2к Минералов Закажи Ты Вот Здесь Где Нибудь Где Есть Место Место Найти Надо Ну Здесь Две Закажи Три Еще Все Будет Все Замечательно Размен Пошел Хэпи Решил Размен Пойти Посмотрите Пока Я тут Рассуждаю О будущих Билдах Сирала Идет Размен Хэпи Дома Планетарку Спасает Забирает Правда На этом Золоте Уже И ничего И не добывалось Собственно Говоря Муты Все-таки Муты Все-таки Планетарку Забирает А как Не полусирал Одними брудами Возвращает Сейчас Либераторы Сложатся И брудов Вообще Распотрошат Один армор Против двух Атак Две базы Хэпи Забрал Молусирал Снизу Все добывается Но у Хэпи Тоже добыча В принципе Есть и запас Есть Так что Все в принципе Более-менее Нормально Вторая Какая-то Сверхзатяжная Игра Весь Беллинги Сливаются Гасты В инвизе Все А зачем Они все В инвиз Пошли Так Нужно Снайпернуть Инфесторов Снайперич Ты Хэпи Не снайперить Что-то Инфесторов Груды Прилетели Хэпи Пытается Уйти Торов Забирает Отступает Назад Успевает Отступить Отступает Отступить Караптера На хвосте Сейчас Муталески Тора Успел Дропнуть Красавчик Хэпич У Торов Правда Один армур По 5 Либераторов Хэпич Сейчас строит Понимая Что ему Они очень Нужны А вот Эту базу Она новенькая Ее терять Не хотелось Бы На самом деле 191 В 200 По боевому Лимиту Все равно Сирало Больше У все равно Рабочих Меньше Чем Потому что Чем у Хэпи Хэпи Не дерется За планетар Хэпи Вниз Полетел Заново Занимать Эту базу Так Здесь Либератор Раскладывается Против Так Хорошо Инфесторов Прогнали Муталески Прилетает Снайопершоты Сразу По караторам Помут Хорош Снайопершоты Пошли Все ли Либераторы Разложены Нет Не все Часть Часть Неплохо Сейчас Атакует Снайопершоты По караторам Как тут Инфесторы Затупили Зашли Хорош Хэпи Вообще Здесь Даже особо Не контроль Асирал Сам Как-то В кучу Зашел Инфесторов Отдал Вот здесь Либератор Отдокуда Разложены 11 Карапторов Еще Заказан Хэпи Нужно Продолжать Грейды Делать Нужна Третья Атака Обязательно Спасибо Информацию Гидра 3.1 ТВО Но я Не сомневался Что Гидра Выиграет Вот Ну что Здесь Добыча Начинают С Хэпи Планетарка Строится 184 190 Прожрали Оба Запасы По ресурсам Для Хэпи Считаю Хорошим Это знаком Потому что Замеси Обычно Хэпи Так Получит Контроль Так Снайпер Шоты По характерам Пошли Какие они Дэмэджные Все Но Трансфюзы Сейчас Могут Пойти Так Два Либератор Раскладывается ЕМП Пытался Забрить Точнее Забрить Пытался Заимпэшить Если бы Сейчас Заимпэшил Вот этих Инфесторов Хэпи Вообще Хорошо бы Все было Зерга Лимит Проседай Сейчас Меньше Чему Хэпи Стал Кто Планетарку Сбрил Бейлинги Видимо С реведжерами Пришли Не понял Я Сейчас Как это Произошло Только Три Реведжера Здесь И сейчас Остается Значит Здесь Были Бейлинги По другому Она Быстро Умереть Не могла Вот Так Болем Инсайд Су-35 Нужно Сканить Ну Су-35 СМ Тоже Хорош Ну что Сколько Либераторов Смотрим Либераторов 23 Штуки Либератора А сейчас У Хэпи 18 Хараптеров 11 Брудов 17 Инфесторов Куда Мы Вспоминаем Что ли Ходс Но Больше Димаги Рекорд Никто Конечно Не Опередит Я Помню 50 Что-то Плюс Там Инфесторов В какой-то Игре Было Это Было Дичь Полная Вот Но Это Было Давно Я Уже Не Помню С кем Играл Может Кто-то Помнит Стримили Мы Давненько Это Хэпи Не Делает Третью Атаку Очень Большая Ошибка Хотя Даже С такими Грейдами Если Под Микозом Либераторы Не Отдадутся Хэпи Развалят С таким Количеством Либераторов Я Просто Уверен В этом Так Пошли Микозы Гасты В инвиз Гасты Пытаются Уйти Гастов Хэпи Отдает ЕМП Пошло Хорош Все Больше Не Великолепно Великолепные Игры Либераторы Разрывают А вот И Димага Что-то Ожидает Вспомнил Про Димагу Димага Ждет Игры Красавец Хэпич Если Там Оппонент У него Уже Этого Я Не Знаю Ребят Димага Димага Пользователь Аллагатор Активировал Премиум На ваш Канал Так Спасибо Ребят Всем За Поддержку А Все Почему Потому Что ЕМП Прошла Так Сюда Текст Расщепт Нормально Впилю Его Чтобы Удобно Было Без Текста Пока Давайте Посмотрим Что Происходит У нас Хэпи Выиграл Сирала Занстр Против Сор Тофу У нас Вообще Есть Что-нибудь Результат Какой Красавчик Хэпич Сиральщика Заврел На Кипбете Ставки Есть Помните Об этом Можете Запиливать Кстати Какие Коэффициенты Были Сирал Был Фаворитом Ну да Ну да Но Хэпи Не согласен С этим Пробревает Его Далее Что у нас Хэпи Здесь Занстр Сирал Попробуем Сейчас Найти Может Где-то Есть Стрим Чего-нибудь Там Такого Гунфу Банда С Дайши Играет Выигрывает Гунфу Банда Наверное Вряд ли Кто-то Стримит ЗВЗ Сейчас Я очень Сильно Сомневаюсь В этом Но Если У вас Есть Ссылочка Найдите Скиньте Мне Буду Признателен Вам Пахи Стримил Хэпи Тоже Все Стримин Дайши Остальные За Гунфу Бандой Все Ясно Сериал Грейт Тайм Корр Балагент Стеран Ну Хэпи Не зазорно Проиграть Хэпи Все-таки Сильный Игрок Ребятки Если Кто Ставочки Делает Делайте Через Кнопку Мою Регистрируйтесь Ну И Конечно Поддерживайте Меня И Мой Канал Болеем Сегодня За Хэпи Естественно Ладно Не буду Хэпи Отвлекать Своими Вопросами Сильный Или Сорт Оф Из Астас Знаю Что Неслабый Сам Но Я Не думаю Что Они Намного Сильнее Сиралов Ну И Хэпи Нужно Проходить Если Хэпи Сейчас Выигрывает Еще Одну Игру Одно Бо Три А Нет Одно Бо Пять Дальше Бо Пять Кстати Говорят То Тогда Он Проходит На Финальный Турнир Финальный Турнир Где Облачен Мой Кот АВМ Котовится И мы Увидим Там 3 6 Марта Или 4 6 Марта Воды Будут Естественно На Ютубе Все Будет Не Волнуйтесь Ребята Все Будет В лучшем Виде Будет Kings of the Craft Очень Скоро Будет Вот Этого Турнира И Подписывайтесь На мой Канал В Контакте На Мою Группу Она Есть В Описании Скадывайте Good Game Там Выкладываю Я И воды И пишу Заранее Стараюсь Писать Когда Будут Стримы Следующие Когда Знаю Точно Что Прикидываю Что Будут Также Там Есть Прикольные Видюшки Картинки Фотки Будут Добавлять Старые Там Геймерские Может Будем Там Андрюха Может Еще Какие Там Пару Альбомы Сделаем Моим И плюс Еще Не Только Мои Старкрафтерские Может Быть Аудиозаписи Какие Ничего Нет Не Буду Банду Ну Давайте Попробуем Пока Ни Хрена Не Происходит Блин Ну У Меня Не Я Не Буду Короче Врываться Почему Я Лучше Вот Нормально Выложу На Ютуб Нахрен Там Права Всякие Шляпа Подождем Хепище Спокойно Дальше Победил Там 1-1 Банда Против Дальше Тод Стримит За СЛТ Не Знаю Стримит Ли Этот Кто Нибудь Я Еще Не Знаю Как Там У Зергов Ситуация Вот У Этих Занстр Против Сор Тофа Димагич Там Ожидает Хотел Я Перекусить Немножечко Сейчас Посмотрю Что за Окей Ты же Собирался На Хепище Пилить Ну Вот Даешь Вот И Даешь Немножечко Димагичко Димагичко Продолжение следует... 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 Зовите всех сюда Будет жарко Будет жарко Я конечно хочу Чтоб 5 игр было жарких Чтоб как можно больше игр Хэппи победил Но если Хэппи выиграет 3-0 И вопросы все снимет сразу И даже быстро Пусть даже двумя бараками из центра Которых Хэппи ника не делает Я тоже буду за Так Хэппи, ты что, КСМ-ку собрался потерять? Не, не потеряет Хэппи КСМ-ку Я уверен, что Отконтролит, вычинит ее, естественно Вычинил Так, Занстер Дрона оставляет на мэне Газ запиливает Занстер с уртов выиграл Занстер Ну, с уртов Он жил в Корее некоторое время Но особо лучше играть не стал На самом деле он Очень всегда был стабильным зергом Я сам с ним много играл В ладере Он достаточно сильным был Но Я помню, что и проигрывал его И выигрывал Так, более-менее ровно играл Еще более Пользователь Хэлл Уже настолько много я не играл Вот Но он не был никогда Такого уровня зергом Как и Стефана Тот же, я не знаю Или самые топовые зерги европейские Поэтому Я думаю, что Хэппи должен его пробревать Это стандартный зерг Так, спасибо всем за премиум За все-все-все, ребят Сейчас я текст нормально расположу А нет, здесь будет удобнее ему Этому тексту Так, на этой же стадии Блай отлетел Грид Страфарет А, погодите Здесь 0-0 Ну да, согласен Но Блай отлетел Не, еще не на этой Полностью он отлетел Уже в лузерах Но он тоже выиграл первые туры А потом проиграл Ну У него были, во-первых Разные оппоненты Разные расы Во-вторых Хэппич как-то постабильнее Честно говоря Вот И И расы-то одинаковые Что Сирал Что Суртов Я не думаю, что Суртов Намного сильнее Сирала Вообще не уверен, что сильнее Сирала Но Сирал пишет У него ТВЗ не очень хорошее ЗВТ, точнее Спасибо всем за премиум Ребят Вот Ну и вот Говорил я про то Что Суртов ездил в Корею Когда Я помню Давно это было Не помню Сколько он жил Но месяцев пару Но у него Вот реально Он как играл до Кореи Так и после играл В итоге Я не говорю, что там Что-то должно Фантастика какая-то Произойти Но реально Как бы Вообще Это должно уровень Толкать Когда ты в Корее Видишь, тренится Хэлбат Пуш От Хэпище Суртов строит Роуч Ворон Здесь линги забегают Суртов понимает Что сейчас Хэлбат Пуш Но здесь Хэлбат Пуш Третий ЦЦ То есть немножечко Видоизмененный Хэлбат Пуш Насколько я вижу Армари строится Овер врывается Сейчас Армари не самый ранний Тут все местами Меняется Роучи Три штуки Всего от Суртов Что у него вообще есть Пять лингов Три королевы И три роуча Заказано Четыре Красавец Хэпище Сейчас он придет Десять секунд до Армари Есть здесь Овер Но он всего лишь один Геленщики приезжают Нужно заходить Скан пошел Криптумары Минус Дропни Мариков Выбей ты Овера Хэпище Зачем ты наверх Ты лезешь Выбей Овера Он Вижен дает Ну что же Что за бредятина Куда ты полетел Ты проверивай Эту базу Куда ты хэпи полетел Он понимает Что мало роучи Он хочет здесь Самые Вообще развести На мультитаске Я поняту Марик один отдается Здесь роучи Дерутся с хэлбатами Все проваливает Хэпи Свой пуш Что хэпи сейчас сделает Вообще не понимал Нахрена он разделил То все Ну бред же Блин Не тут ничего не сделал Не здесь Сейчас будет шесть хэлбатов Плюс рипер Плюс три маль Три марика С медиваком Они бы такой бы Шухер бы устроили Гигантский Просто дичайший Но слава богу Экономика одинаковая Но если Вот суртов Я видел Он сидел Постоянно дома И боялся Он давал Хэпи 200 Остроить Если будет просто Делать Аклик У нас Простите Сирал Если суртов Будет делать Аклик То может совершенно Поменяться Расклад В играх Вот сейчас У хэпи дома Что Три марика Четыре Хорошо что суртов Сейчас забежал Пока рабочих нет Вот если бы здесь Хэпи успел перевести Что-то Ой тут хэпи Выбивает рабов Пока Сколько ж Девять Ну не так уж Много прям Но убивал Но здесь Либератор прилетает Три реводжера Один погиб Сейчас на выбивание Либератора Но выбил суртов Либератора Летит ли еще Либератор Да еще один летит Есть у нас Бункер какой-то Хэпи боится Что пойдет пуш К нему Видимо сейчас будет Танк готов Танк вот сюда Разложить И ЦСшку Может сажать С мариками снизу Либератор и без реактора Строится понемножечку Так на третью Залетает Хэпи Здесь и вторую Можно либераторам Тоже неплохо Пошатать на самом деле Никин поддержал Ваш канал На сумму Тысячи рублей Ровно Надо сменить Обои Г-г-г-г-г-г Спасибо Никин В какие Обои Говоришь Про стен На стенке Или на Поддерживающих Топ Обои Так Либераторам Видит Хэпи Что здесь Реводжеры стоят Его ожидают Уже Улетает на третью Мимо раскладывается И куда-то Хэпи Разложился Они вообще Ничего не принимают Хэлбатами здесь Атакуют Как они Лингов жарят Как никогда Не жарили Прежде Хорошо Поджарил Хэпи Разложился В итоге Нормально Но здесь Уже Реводжеры Пришли Сортов Долго Реагирует Хэпи Уводит Красава Так Я сейчас Горло сорвал Никин Спасибо большое Поддержку Сейчас поменяю Потом Спасибо всем Ребят За поддержку Приживаю Реально За присутствие наших игроков На главном турнире Вообще Одном из главных Вообще Это В плане В ЦС будет Это почти основной Так Здесь на мэне Либератор Хэпи Успевает Отконтролить Реводжером Так Успел Отконтролить Перевел Смотрите Красавец Переразложился Еще раз Увел И еще и Дрона Своего Накрыл Вот Дрон Вообще Попал В замес Достойно Мультика Вообще Вот этого Анимационного Такие моменты Как с Либераторами Но я думаю Будет Пролотов Еще Упускать Мультики Там Первый Старкап Бал В премиум Спасибо Еще даже Подруга Ничего не говорит А что Ничего не говорит Не успевает Что ли Не успевает Что ли Тоже Фаренгит Что ли Будем Антибиотики Колоть Так 2-2 У Хэппи 2-2 У Сортофа Делается Грейды Сейчас Хэппи Чуточек Впереди Фугаса Забыл Вспомнил Заказал Бараки Стоят Хорошо Хорошее Позиционирование Проходы Есть Везде Вот Здесь Ладно Пофиг Что Ничего Нет Хорошо Очень Хорошее Расположение Здания У Хэппи Мне нравится Как он Это делает Располагает 14 Мариков Летят Сегодня Мы уже Выделили 14 Мариков Кого-то О-2 Пацаны Говорят Возьмите Нас Здесь Места Под нас Есть Пичу Не взяли Мы Разваливать Будем Но Хэппи Заметил Что они Идут Оставил В центре Все В итоге Мариков Сейчас Могут Подрыть Линги Они Друг Друга Прикрывают Но Лингов Слишком Много Здесь Пытается Хэппи Развести Дропом Лимиты Это равные Почти Вообще Даже Сирал Всегда Опережал Хэппи Сортов Ему Хэппи Равно Я считаю Это Хороший Знак Главное Не накаркать Здесь Как-нибудь Нелепо Вот Так Минус Минус Два Греводжера С этим Не обоих В первую очередь Нужно сменить Процессор Иногда В красную Зону Проседает Думаю Бля Думаю Я в ближайшее Время Проц И ССДху С ними Что-нибудь Делать Но Сейчас Не очень Это Как бы Делать Самара Сити Я Не азартный Не раз Об этом Говорил Сотрудничек Ой какой Дропчик Заходит Прошу прощения 150 на 130 уже Разваливает Здесь Кэпич Всех Рабочих На Мэне Передроп На Второй Но Мекос Сорт Офа Но Не успевает Он Реведжерами Кидать Фаербол Сейчас Только Кинул Хэппи Буст Но Нет К сожалению Не уходит Если бы Ушел Этим Медивак И вообще Все хорошо Было Я не азартный С кейпбетом Сотрудничаю Так что Чтоб мне Помочь Сделать И ставочки Тоже Через Мою кнопку Черную Если кто Делает Очень рекомендую Азарт Никогда Я не был Азартным Вот Ну и Поддерживайте Мой канал Естественно Меня Болейте За Старкрафта Наш Хэппич Тащит Жаль Что Блай Не прошел На эти Отборочные В прошлый раз Ему чуть-чуть Не хватило Он остановился В шаге Откуда Но У него Будет Шанс Еще на Ладерных Отборочных Которые 14 Числа Будут Или 12 Я уже Забыл Что Блай Говорил Нет 12 Закрывается По-моему В Ладере То Топ 16 Ладера С первого по 16 Места Будет На них Биться За 2 Квоты Это Как Челленджер ВЦС Там Еще Будет Приз 1600 Долларов За первое Место Что-то Такое Еще Там Не Не Помню Какие Деньги Вот Так Хэпич Что-то Побежали Без Медивак Без Сего Куда Побежал Хэпич Здесь Либератор На Мэне 173 165 Поле Мит Хэпич Плюсе Это Безусловно Положительный Знак 3 3 Заказ Но Суртов Тоже 3 3 У 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 Продавитель Микозу Поворачивается Мастерски Но Блин Если 3 У 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 Надеюсь Что Хэпи Сообразит Что Нужно Свалить Вовремя Скан Еще Пошел У 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 Дропщик На Вторую Базу Прилетает Хэпи Хитро Прям Дропается Сейчас Так Залпы Пошли Админки Обходит Хэпи Сейчас Убивает Крип Нужно Ли Так На У 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 Строится Здесь Очень Большой Лимит У Хэпи Задействован В Эм Вы У 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 на армур у него. Максимальные гайды милишные и на ультралисков. Так что лучше отступить, я думаю, Хэппи в данный момент. Что он и делает успешно сейчас. Гастов всё больше и больше. Нидусу в Сортопа пошёл. Нидус это хорошо. Блин, у Хэппи ни одной туретки по периметру. Залетай, не хочу, но с Нидусы делай. Так, медиваки Хэппи уводит помёчку. Ну, разводы идут. Мультитаска идёт. Сортоп рабочих туда-сюда катает. Пытается уйти. Хэппи пытается... Нет, факту не зафокусить. Хоть и 3-3 грейды это слишком перебор. Здесь у нас один марик забыт оказался. Хэппи с хайграунда можно инфестора попытаться забрать. Не, инфестора не забрал. Здесь несколько юнитов крип выбивает. Сортоп сразу же восстанавливает. Идёт вперёд. Ещё один дроп. Какой-то паровоз от Хэппи. Паровоз мультитаска просто идёт. Реально вот мало кто с Хэппи может из некорейцев сравниться с таким паровозом из тиранов. Так, здесь на мэне зашёл дроп. Пул хочет Хэппи укуснуть или что. Лингов мало прибегает. Простимпачился Хэппи. Стимпак кончается. Линги минус. Пул не будет. Минус дрон. Минус ультрал прибежал. Всё. Нужно улетать или погибнут все. Здесь у нас дропщик пытается пятую отменить. Хэппи не отменил. Караптер опасно. Караптеры нулёвые вообще. Пошли у Хэппи и Либератора. Так. Нидус на мэйн. Заходить Хэппич, конечно. Заходит на мэйн. Здесь везде отобился сортоп. Где у него Нидус вообще стоит? Давайте посмотрим основное здание. Вот что в нём сидит. Ультрал и Линги. Минус Нидус моментально. Снайпер-шот. Не надо сюда Нидуса в Грид Хэппи пускать этому оверсиру. Минус оверсир. Так. Ну что, урывается всё. Дроп на мэйн от ультрала. Ну Хэппи, ну чё-то дропы-то привозят. Ну контролить-то их надо эти дропы. Чё за хрень-то вообще, блин? Забывает хип про всё. Но ультрала дропнулся ему, блин, на съедение. Всё же. 13 рыл нащелкал здесь. Тройной дроп идёт Мидивайк. Ну Хэппи планомерно конечно делает свитч в масс гастов. Чем больше гастов, тем лучше, естественно. Но, так, запас по ресурсам у Хэппи небольшой. Почему у Зерга 0 лимита? Это баг. Сегодня я скачал новую версию геймкарты. Всё равно этот баг ничего не изменил. Это очень печально. Точнее, эта версия ничего не изменила. Не, ну вот так сливать не надо сливаться. Так, ну инфестеров навыбилал Хэппи. Там пару штук, кстати, по-моему. Ещё один Мидивайк. Хорош уже. Пора бы тормознуть. Опять Нидус на мэйн. Готов Хэппи Нидус отбивать? Нет, не готов. Нету ни хрена на мэне. И не реагирует. Ну ё-моё, как долго Хэппи возвращается сейчас. Сейчас разведут его. Ну вот же прирост идёт. Верни же ты, Хэппич, сюда, ё-моё его. Ну всё, Нидус готов. Ультралы Роучи выпрыгивают. Гасты и здесь. Пятую базу сейчас потеряет. Ничего не прикрывает пятую базу. Так, Либератор раскладывается. Ультралис минус. Линги здесь заблудились. Бараков. Посмотрите, хорошо Хэппич выбивается. Роучи идут. Конвейер какой гейминг пошёл. Как говорится, конвейер Роучи гейминг. От этого вот Суртофа. Ну, посмотрите, пятая база выбита. Ну вот элементарный какой-то развод пришёл сюда. Выбивает Хэппи. Так, снайпершоты по ультралам. Здесь криво Суртофа отступает. Но ещё снайпершоту дай в него. Всё, хорошо, хоть не отпустил. Молодец, Хэппич. Ещё один Нидус пошёл. Один до сих пор жив. Здесь несколько юнитов остаётся живых. Нидус погибает. Здесь Нидус тоже погибает. Ну, я не знаю, как это нужно законтрить эти Нидусы. Вот у Версир висит. Ещё Суртоф будет делать. Но запаса ресурсов у Суртофа нет. У Сирала был всё время. То есть, вроде как Хэппи справляется пока со своей задачей. Нужно здесь базу новую ставить. Но это должна обязательно быть планетарка. Ещё раз Нидус пошёл. Оставь же что-нибудь. Хэппич там уже. Либераторов пару. Я не знаю. Что-нибудь нужно обязательно оставить. Иначе беда... А, так. Либераторы прилетают. Суртоф видит. Суртоф видит. Будет ли он что-нибудь высаживать. Я сомневаюсь, что будет. Сразу же. Минус-Нидус. Куда-то Либераторы, кстати, стреляли. Они ещё по Анидусу атаку имеют, что ли? Либераторы по зданиям... Погодите, а Либераторы стреляют? Они по зданиям же не стреляют. Север поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Брейкин-Нус. Турецкая артиллерия сосредоточена у границы с Сирией. В области поражения российская военная база ВКС. Это точно провокация военного конфликта. Так. Надо забиндить кнопку, чтобы выключать эти звуки. Вот. Сейчас у кого-то загорится, походу. Призываю пресекателей. Кто у нас с пресекателей? Бзик да бот. Надеюсь, Бзик здесь. Вот. Где интерфейс скачал? Где? На Team Liquid'е скачал, естественно, интерфейс. Что за глупые вопросы? Так. Караптеры влетают. Либератору в Хэппи больше, чем Караптеру. Что ж ты боишься-то, Хэппище? 8 Караптеров на 11 Либераторов. Что за прохлада-то? Есть у них армор. 1-1 Грэйды. Зелёнка пошла на Либераторов. Хэппи на халде стоит. Да расплить-то, ё-моё. Сплита нет, но Хэппи решил, что выиграет бой. Хэппи выиграет бой, кстати. Караптеру сплит идёт от сортов. Смотрите, какой хитрец, а. Сплиту нет, что ли, мастерский? Я не понял. Минус Нидус. Гастов у Хэппи 15 штук уже. По лимиту чуточку просел. Сейчас Либераторов новых... Ой, всех Либераторов слил Хэппи. Его даёт. Караптеры тут начали выбивать. СС-шку. Ну, снайпер-шоты-то где, ё-моё, Хэппи? Что ж ты делаешь-то такое? На муве, на демодже просто пытается гастами выбить. Какой-то провал вообще. На халяву заходит сортов просто по-бичёвому. Реально заходит по-бичёвому. Но Хэппи-то ещё более по-бичёвому. Сейчас как-то поступил. Всё слил. Планетарка падает или нет? Планетарка падает, но ультралы тоже все падают. Но сортов резко больше лимит становится. 9 ультралов у него заказано. Нидус пошёл намыть. Как же по-левому расшатал. Либераторы слиты в ноль. Вообще бесполезно сейчас от Хэппи. Слито всё в кламм вообще. Так, ультралы падают. Сейчас если ультралы выйдут, Нидус вообще развалит Хэппи. Выходят линги, Либераторы плетают. Гасты здесь. Есть инвиз у Гастов? Инвиза нет. Инвиз нужен Гастам на такой стадии. Уже об этом я говорил не раз. Так, Либераторы бьются. Гасты пока держат. Но это только пока. Хэппи нужно сдержать сейчас этот прессинг. Если Хэппи не сдержит, это ГГ. Онлайн новость. Ну что, ребятки, Суртов наломается. Хэппи держится пока. Караптеров отгоняет. Ну, слава богу, что выдержал. Здесь СЦ-шку восстанавливают. Только сейчас бы не расшатал бы Суртов. Только бы не расшатал. Вообще всё нормально тогда будет. Здесь у нас шестая хата стоит. Ресурсы постепенно... Смотрите, у Зерга. Здесь ресурсов много, но это база одна из самых уязвимых. Здесь уже четвёртая кончается. 43-78 по рабам. По лимиту боевому, конечно же, Суртов тоже плюс 82. У Хэппи 125 на 200. Где твой лимит-то, Хэппи весь? Что у Суртов есть? Здесь ультралов, 9 караптеров. Хорошо, что одни ультралы. Тут либераторы есть. Грейдов Хэппи... А, нет. Ну, посмотрите. Ну, что за идиотизм. Две атаки наземных. Нитуров ничего нету, никакой техники наземной. Зато на воздух нету, блин. Здесь уже 1-2. У Суртов и Грейды как-то хорошо прям делаются, в отличие от Хэппи. Нинус-минус. Хорошо, что быстро нинус-минус. Здесь СС-ка падает, караптера минус 0. Манитар Хэппи хорошо сплэшем минус 0 сейчас. Приятно. Так, ну вот это просто... Вот почему с Сиралом получается, а с этим не получается? Ну где Грейды на Либераторов? Ну, ёпп, моё, блин. Так, ещё ЦЦ-шки пошли. Стабилизировалась игра. 144, 200. Ну, это даёт какие-то надежды вообще. Ну, лимита Хэппи меньше боевого. Ну, если он до 200 доживёт, или хотя бы близко к 200. Так, марики дропаются. Одна всего плётка. Можно в конце Хату фокуснуть легко сейчас. Хэппи. 3-3 марики. Четырёх лингов испугался. Что ты делаешь, Хэппич? Ё-моё. Чё ты так нервничаешь-то? Ты же император. Ё-моё. Тебя боятся все. С твоим лейтом. А ты чё-то нервничаешь. Вот, пошёл Грейд на воздух. Слава богу. Хату минусует. Сорток успел отменить. Молодец. Линги прибегают. Но марики их изи развалят. Под медиваком-то тем более. Не, ну сорток опасный. Золото занимает. Не, ну макро у сорток, конечно. Вот Сирал очень долго сидел. Он просто сидел на месте, давал Хэппи 200 скопить. Этот же чертяга шатает и базы одновременно занимает. В принципе, всё чётко делает. Вот нидусами не надо расшатывать давать. А тут почему Хэппи вот запили ты несколько туреток? Вот хотя бы три. Делай ренч на туретке. Хоть у версиры сливаться будут как-нибудь. Там, я не знаю. Так, здесь слишком очередную минус. Сорток не даёт Хэппи здесь жить. Очень напряжённая игра. 23 минуты. Посмотрите, за 23 минуты у сортов уже минус 4 базы. Всё, 4 базы добыты полностью. И ресурсы кончаются. У Хэппи 5 вообще. У Хэппи... У Хэппи... Посмотрите, сейчас вот здесь всё кончилось. 3. 4 тоже сейчас к концу подходит уже. Хэппи нужна срочная база. Он это понимает, поэтому ЦЦшки строит. То есть он... Ну хотя лимита близко к 200 стал. Но у сортов 4к на 2к уже по ресурсам. Всё, они, блин, туреток нет. Летают как у себя дома вообще. Сортов понял, что Хэппи туреток не строит. Нужно снайпернуть уже наглеца. Снайперит Хэппи. Всё, хорош, молодец. Потери давайте глянем. Потери близки, очень близки. Это плохо. Потому что, блин, нужно, чтобы выгоднее Хэппи дрался. Та будет шанс. Одна атака есть. У сортова воздух 2-1. Больше грейды не делаются. Нужно ещё делать грейды сейчас Хэппи на воздух обязательно. Чтобы либераторы были. Так, два либератора остаются здесь. Начинает минусовать оверсира. Нужно принять его обязательно. Здесь у нас что-то много крипа. Гастами вперёд, Хэппи. Пошёл. Что ж ты делаешь, Хэппи? Ё-моё, какие гасты? Вперёд, бейлинги. Он там катится, всё бежит. Сюда микозом сейчас достанет и всё. Блин, что и сделаешь. Кстати, можно одним гастом было сейчас за ЕМПшить два раза, например, попытаться. Но Хэппи что-то несообразил, не сконтролил. Хороший Хэппи от снайпер-шотил сейчас. Просто как с пулемёта. Выходит в центр. Только с дозаказом сортов и нормальных 200 лимита становится. Нидуса опять на Мэй пошёл. Но где Туритки? Опять он залетел на халяву на Мэйн. Хэппи, неужели Нидус не снайпернёт? Ну и Хэппи сейчас просто центр контролит. Ничего не выбивает. Так, бежит на Мэйн. Здесь же ходят юниты. Ну, Хэппи, ну заметь же, что ты зачем они здесь стоят-то, ё-моё. Нидуса фокус идёт. Хорош, быстро фокуснул. Новый Нидус сразу запиливается. Несколько либераторов. Гасты в центре есть. Надо Крип выбивать в итоге. Нужно Крип выбивать. Крип пока Хэппи не выбивает. Нидус новый сейчас фокуснёт. Можно даже чуть-чуть запустить. Выбыл юнитов на Туреточку. Хоть одну. Из-за Викинга сюда повесить. Пусть он сам летает. Всё убивает. Уже, не знаю. Задолбали у Версира летать. Суртов отбил в 12 часов. В 6 часов занял. Хэппи не может новый баз занять. Суртов идёт вперёд. Либераторов ну очень много. Караптеров недостаточно. Ультралы прям по полям по этим дэмоджи гуляют. Либераторов нужно сложить. Сейчас они на халяву начнут отдаваться. Ультралы смотрят. Хэппи сложи же. Караптеры в хлам выбивают. Всё. Прими бой. Принимает бой Хэппи. Вайперы пролетают. Вайперы на муви отдаются. Это очень хорошо. Но Караптеры выбивают. Либераторов 140 на 120 по лимиту. Но у Суртов это запас есть. А у Хэппи нету запаса. Всё. Караптеры всё смяли. 1.0 Суртов похоже. Да. В Хэппи нет запаса. Как он? Ну нужно улетать было. Либераторами. Вот сюда на оборону. Помогать Гастам. Хэппи их там оставил. Кинул где хвалёный мультитаск. Непонятно. Это печаль. 1.0 Суртов. Ой-ой-ой. Хорошая игра была. Конечно. Но не смог Хэппи затащить. Но ещё не вечер. Ещё будут карты помельче. Ди Хэппи пожёстче бьётся. Я так думаю. Так. Ди Хэппи пока нету хоста. Хоста. Хэппи. Чё-то пока не в игре, странно. Продолжение следует... Вырываемся. Happyhost это отлично. Спасибо всем, ребят, ещё раз за поддержку. Сортов готов. Готов ли Happy? Вопрос хороший. Сортов грамотно сплит. Сортов понимает, что против либераторов сплит, что нужно развести. Не дать 200 скопить, постоянно давит. База занимает, короче, молодец. Happy немножечко не хватает, и вот этот слив в центре нелепый. Ой, и карта-то какая гигантская сейчас. Ну, может быть, это и плюс, конечно, для Happy. Посмотрим, посмотрим. Ещё пока только Бо-5, тем более. Так что ещё есть все шансы. Что-то случилось. Прошу прощения. В кашу Чарлика варится. Если Happy проиграет, то будет против Тирана. Какого? Дайши, что ли? Только не это. А, и у Термал там бьётся с Дайшей, кстати говоря. Это печально, кстати. Ну, хотя ТВТ, в принципе, у Happy более-менее. Ну, дальше-то он уже слева вообще в щи недавно. Поддержал ваш канал на сумму 200 рублей ровно. Просто так. Спасибо, Укуньте, за просто так. Очень приятно. Всё, Ре, поехали. Где все, я не понимаю. В кости модератора-то подевались, не понимаю. Коркинс поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей ровно. Спасибо за стримы. Спасибо, Коркинс. Большое, ребят, всем спасибо, реально. Ну, четыре никнейма прямо снизу. Ну что, спасибо, ребят, что поддерживаете. Это очень приятно. Будем переживать за Happy дальше. Ну, если Happy проиграет, будем в лузерах на него смотреть. Ну, я надеюсь, что такой хрени не будет. Ну что, мув у Сортофа надёжным билдом начинает. У Happy Reaper вперёд летит, КСМ-кой проверил, но и не найдёт ни с первого, ни со второго раза в итоге. Не повезло, что Кросс Респэм. Кстати, очень повезло Сортофу, что Кросс. Почему? Были бы здесь дропаться вообще идеально. Но зато, с другой стороны, Happy в макро хорошо выходить. В его 200 лимитах как бы пытаться. Короче, респект всем, Коркинс. Всем-всем-всем. Ну что, рипер на КСМ-магу залетает. Вообще ничего, Happy не знает, ничего не видел. Сейчас прилетит, здесь мув доделается, рипера сольёт просто в нахрен в ноль. Без разведки, без всего. Нужно ли сюда лететь? Уже здесь третий УХАГ собирается с ортов ставить. Да третью ЦЦшку надо выходить, либо какую-то агрессию делать уже действительно. Так, прилетает рипер. Ну, здесь королева и что дальше? Ну, это смысл вообще даже пытаться прорваться. Ну, может быть, вот отсюда прыгнуть и на мейн заскочить. Ну, и что увидит Happy? Ещё королеву и мув увидит лингом, и будет уничтожен этот рипер. Рипер улетает домой уже. КСМ-нагу решил не проверять вражескую. Видит к СМ-наге с ортов, что рипер улетел. Восвояйся сейчас. Нет, бзик, ты вообще нормально. Ты здесь всё время просто... Чё-то красное, и где все? У Майкера там почти 3-500 народа. Здесь 2к почти. Никого нет, блин. Чё-то матом кто-то кроет постоянно. Видите, это будет тьма, гудай. Вот это старый. Здесь присутствующий. Другой сетап, поддерживатель по нему видно. Даю. Ну что, контроль Готич, только там тоже не тирань дико. Но если кто наглеет, Миш, ты знаешь. Да, цифру поменять надо, спасибо большое за информацию. Хэппи летает, посмотрите. Да чё ты боишься, ты хэппишь? Нет ничего, вообще, заедь. Да ну, один роуч, там два реводжера. Хэппи не заезжает. 41-47 по лимиту. Хэппи упускает возможность для любимого своего дела нажечь сейчас гелионами. Что ж ты такой хэппи невнимательный? Он либератора контролит. Ну заедь же ты, ёма. Да вот же не контролит. Вообще, зерк, ничего. Нахрен, заезжает поздно хэппи, два всего дрона минус. Но хэппи аккуратен. Хэппи аккуратен, видно, волнуется сейчас, ничего не подумаешь. Не поделаешь. У меня много там модерок роздано кому, а их уже давно и нету на стримах. Вообще давным-давно. Экипажу занять боевые посты. Полный вперёд! Заехал хэппи. На мэйне либератор настрелял, но гелионов хэппи вот в итоге слил. Потеря 3 гелиона, либератор... Нидус пошёл! Смотрите-ка, сортов Нидус делает. Ой-ой-ой, а что у хэппича есть вообще? Два танка, два либератора, но один-то из них... Или два... Ой, и они два все в атаке летают, в карасе. Вот королева раскладывается, хэппич. Что ты делаешь? Что ты творишь? Неужели хэппич не верит, что тут масс-масс королевы? Неужели хэппич не отобьётся от этого говна Нидуса? Просто сейчас королевы... Хорошо, что сортов не на мэйн ещё Нидус делает. Так, мулы полетели на третью. Танки раскладываются. Сами диваков, ноль у хэппи. Это просто наипечальнейший расклад. Королева выходит, всё, починку, СЦшку, улетает. Реакция мгновенная от хэппи. Либератора нужно ли уводить? Нет. Уже как его уведёшь. Вот 9 хэппи, можно попытаться разложиться сюда. Вот, да. Хэппи раскладывается. Сортов пока не контролирует. Мало КСМ-ок выведено. Почему так мало-то? Танк под удар реводжеров попадает. Минус танк один. Это очень печальный расклад. До второго Роучи достаёт. Либератор здесь убивает. Но спорка перерасположилась. Хэппи не контрольте. КСМ-ки вычинивают не та, не бункер. Сейчас танк падает. 2-0 что ли. Хэппи не отбивается от минуса. 73-112. Лимита боевого сортопа в 2 раза больше. Танк от хэппи выходит. Симпак. Сейчас щиты доделаются. Главное выдержать прессинг. Всё, это улайн фактически идёт. 30 сэшки есть. Три мула творят чудеса. Танк демеджем чудеса творить сейчас. Хэппи на щитах сейчас начинает здесь биться. Просто замечательно. Хорошо сортопа отдаётся. Как марики ровной стройной линией такой стоят. Хорош. 85-65. Лимиты боевые одинаковые. Симпак через несколько секунд будет готов. Хорош, Хэппи. Нидус на... ГГ. 1-1. Я уж испугался. Как я испугался, вы сейчас увидите. И было за что испугаться. Красавец, Хэппи. Потому что я боюсь, если Хэппи еще сортов забреет. Там ТВТ, блин. И может быть... Может он не потащить в лузерах. Вот в чём проблема. Это будет не очень тогда. Если Хэппи не потащит в лузерах. Лучше затащить сразу и не парить. Там где Хэппи-то вообще, я чуть не вижу. А где Дмитрий Костин-то? Хэппи не в сети. Что случилось? Дайте-ка я тоже перелогинюсь пока, а то вдруг у меня не видно. Так, заходим. Нет, это Хэппи не в сети. Всё, перелогинился. Просто Хэппи. Фу, ребят. Как я испугался. Дичь-то какая. Там танк просто решил всё. Вот я смотрю, какой сплэш от танка был. Просто адовый по раучам. Серджо 2000 поддержал ваш канал на сумму 500 рублей ровно. Хочу стать модератором. Серго 2000. Не, модератором так не становится. Если будешь постоянно на стриме, я тебя буду видеть. И ты будешь адекватным человеком, тогда я просто... Просто так даю это, а не за что-то там. Так что уж извиняй, братюнь. Смотри 100 крафт главную. Так, напишу хэппичу. Сейчас, что у меня случилось. Дайси выиграл и термала. Да, это не очень хорошо. Хорошо. Так, отписал Хэпич, спрашиваю, с проблемами с интернетом Пишет, что у него пинг весь день 150 То есть он еще на таком пинге тащит Ну что же, будем надеяться, что проблема с пингом решится Успешно Пытается Хэпич перезайти, видимо хочет пинг Запилить нормальный Зерк рано сдался Нет, зерк сдался нормально, потому что После такого улына, без грейдов Там стимпак, садится сэшки у тирана нет Это беда на самом деле Подержал бы на 2000 вот так, дабы модерка Нет, таких тем нету Есть кто и на 20 Но они нет Потому что и не просят Зачем вообще Зачем эта модерка нужна Главное, чтобы все нормально было Скорее сделать, чтобы топ-донатеры становились модерами Топ-донатеры дня Ну это геморройно, во-первых Во-вторых, как-то это Во-первых, это как-то не очень Но и геморройно Не знаю Соревнования какие-то проводить Просто кто... У меня политика другая совершенно Кто хочет меня поддержать, поддерживает Кому нравятся стримы мои То есть людей смотрят достаточно много Вот Например, такие игры Я просто стараюсь больше старкрафт стримить и все Бриться на стриме не завираюсь Ничего такого делать Вот Ну вот был сбор, да Сейчас переезд у меня Буду в комнату Ну пока еще не переехал Соответственно Вот Ну кусту Кресло, вебку купил Нужно двигаться вперед Если нужно будет срочно на что-нибудь сборы делать Какие-нибудь сборы, может быть, открою Так, спасибо вам всем большое, ребята Что говорить-то еще? Все, поехала игра Что, у меня по пингу, кстати У меня 31 Ё-моё, вообще пинг крутой сегодня Отвич не работает А пинг вообще крутой То есть все нормально на самом деле Почему сортов на мейн Нидус не делал? Ну у него овера близко не было Плюс на мейн он боялся То есть на мейне овера Нидус это был поздний То есть на мейне Нидус был бы открытый Если там 2-3 либератора есть Там такой раздача бы началась И он хотел скрытно сделать Чтобы Хэппи не среагировал Прямо под Минус Вот 5к даю за модерку Ты понимаешь, что ты 5к-то дашь Но мне не понравится Как ты Я-то модер главный Мне может не понравится Как ты модеришь Вот 5к Будешь потом плакать Темы на форуме писать Вот дал 5к А поме меня разжаловал Как бы понимаешь Это же не для того, чтобы неадекватные вещи делать Дается А для того, чтобы всем спокойнее было смотреть Чтобы я меньше отвлекался Как бы, чтобы другие это делали Чтобы в чате гиппригадов не было адских Каких-нибудь Политоты, срачи Различные направленности Там и т.д. Так, ну что Риппер кидает гранатку Хэппич начинает харасить Карта Орбитальная вверх Хэппи Вообще на ней очень неплохо Отыгрывал раньше Но будем смотреть Как сейчас будет Она у него Она очень отточена Сильно сейчас Вот А я ангар Эта информация Я не распространяю Зачем это нужно Квасаться мне незачем Вот Кто смотрит каждый день Можно примерно Может быть оценить Как бы Но С рекламы Например Сейчас вообще Ни хрена Нету Дохода Никакого Практически Премиум Да Поддержка Какого все Ну Скипбетом Сотрудничаю Может кем-нибудь Буду в будущем Не знаю Спасибо Босс Если вы Видите Хэппи То Стрижешься На лос И так На лос Почти Вот У Рипера Кружен Что ты делаешь Хэппи Что что такое За хрень Прибежали Линги Откуда-то Вынурнили Рипера Сгрызли Убежали Гиллионы Еще Подъезжают Если выиграет Хэппи Я и бороду Сбрею Не могу Не могу И так На лос Еще На лос Сбрить Вот Ну Вообще Такие темы Надо сразу Делать То есть Убежали 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 Сразу Машинка Лежит И Поехали Потому что Иначе Как бы Стрим Отдельно Пилить Людей Мало Ататка Много Может Может Пройти Аукцион На Модорку Я Опять Говорю Может Кто-нибудь Пришлет Да Там А будет Ну Хотя Нет Кто Неадекватные Вещи Хочет Делать Он Просто Не будет Ничего Присылать С одной Сторон Ну Нафиг Это Как Нафиг Аукцион Не буду Говорить Как Почему Это Как Кто Любит Так 4 Гиллиона Заезжает Вроде Как Развод То Получается Чухай Пич Не Стал Врываться Марика Кинули Ё-моё Блин Марика Киданули 36 38 Хэппи Больше Уже Рабочих Хотя Вроде И не Убил Особо Еще Два Дрона 5 Пропали Так Помогайте Людям У кого Лагает Возможно Там Галочки HTML 5 Другие Браузеры Я не знаю Чистить Кэш Говорят Помогает Даже Вот Получается Сам Модер Нужен Платить Ну Если Буду Платить Будет Собеседование Тогда Понимаешь Буду Стримить Всегда Чтобы Не Косячили Модер Что Когда Могут Там Могут Конец Нет Нет Кто Больше Сдонатить Тот Модер Следующий Не знаю Делает Для Кто Еще Говорят Не буду Так Делать Чистить Так Не Про Азарт Я уже Говорил Азарт Это Нет Сразу Тоже Кстати На Кибете Ставки Есть Если Кому Это Интересно Я Думаю Хэппи По Любому Здесь Ставки Из Гелеона Летают Ну Вот Медивак Хэппи Любит Хэппи Острые Ощущения Зачем Вот Такой Хренью Летать Девять По Остуху Ребята Девять Все Один Удар Минус Медивак Залетает Хэппи Видишь Здесь Хэппич Ну Зачем Вот Это За Дуалинго Рисковать Что Ли Контроль Тратить Ну Контроля Контроля Говорит У меня Немерено Хватит На Все Не Волнуйся Серега Хэппич И Два Овера Подрезает Либератором По Лимиту Близкая Ситуация Очень Подхарасил Здесь Лимита Больше Уже Становится Обратите Внимание Два Два Грейды Усур Ой По Грейдам Опасная Ситуация Два Два Усур Уж Давненько Делаются Спасибо Мархон За Добрые Пожелания Кей 320 Не Против Кто Больше Задонатит Ну Что Забегание Лингов Идет Среагирует Ли Хэппи Забегает На Хайграунд Реакция Моментальная Рабочих Хват Водит Хэппи Это Вам Не Какое Нь Фуфло Реакция Реакция Сразу же Депошка Понят Аццшку Отменять Отменяет Вообще Все Идеально Сделал Только в минус По лингам Сейчас В итоге Вышел У нас Получается Сортов Хорош Красавец Хэппи Штанки Всич Но 2-2 Закажи Пожалуйста Вот Так Немножечко Отвлекся Восстанавливается Добыча 75-60 Парабам Четвертая Хата Начала добываться Хэппи Идет Перед И между прочим От Тирана Ой Цир На мэни На муви Хэппи Ну что ты делаешь Как я Перехвалил Танки Не в Сидже Вообще Неразложны 150-170 Прилетает Ближе Ну кстати Микс У зерга Так себе Без ультралов Пока их нет Заходит Хэппи Но 2-2 Грейды На милиш Это печаль Конечно Но Роуч Реведжер Это без Атаки Сейчас Это замечательно Даля Хэппи Безусно Пошел Вперед Сейчас Танки Хэппи На перелете Сейчас Подлавливает Получает Суртов Как нелепо Танки Дэмэдж Наносят Очень много Био Пока держится Но сейчас Оно Развалится Все Разваливается Хэппи Как Микозом Словили Нелепо Танк улетел Все Микоз Больше нет Хорош Еще сейчас Инфестора Подлезал Просто Красавчик Хэппи Конечно контроль Иногда феноменально Демонстрирует Но тогда Когда надо Вот сейчас Блин Взял И не среагировал Ну как же так Да правильно Дайте мне Покомментить И поддерживайте Мой канал А там Если Мудро Иван Надобится Посмотрим Что да как Ну что 3-3 У сорта Ёба Как он Грейды делает Как просто По часам Пятая хата Пошла Четвертую Сэшку Хэппи Занимает Закажи Ты Хэппич Пожалуйста Третью Атаку Пора бы Уже Грейды 2-1 У Хэппич А сейчас Кстати Ненамного Он не сильно Прям отстает Вот Ну что Идет выход 173 168 Хэппи Резко Больше Становится Гасты В продакшене А сколько Ультралов У сортов Один Один Где он Этот один Жирный Вот он С уникальным Армором Вот он Смотрите Как стоит Сейчас он Танки Начнет валить Хэппи На муве Сейчас ловит Ультралов Все армии Посмотрите Вся армия Сколько долго Сейчас ультралов Убивает Это лот Называется Гостакадемия Падает Лингов Забегание Просто Жесточайшая Сортов Идет Хэппи Уже Разворачиваться Назад Нельзя СС-шку Главное Подними Хэппич СС-шку Поднимает Молодец Здесь несколько Юнитов Убивает Гостакадемия Сейчас может Из Гостакадемии Может быть Просто немерено Зергу нельзя Наламываться Сейчас Под флэшем Будет Просто Он погибать Очень жестко Четвертую Хату Пробревает Хэппи Но у него Самого Четвертая Добывается Это очень хорошо Еле-еле Отбивает В итоге Сам Свою Третью Базу Госты Атак Подчеркивание Атак Вл Поддержал Ваш канал На сумму 300 рублей Ровно Удачи Атак Вл Удачи Спасибо Атак Вл С двух сторон Он наламывается Суртов Минус Хэппи Великолепное Позиционирование Со стороны Зерге Это еще 3-3 Не дождался Если сейчас 3-3 Дождался Мог бы даже Дождаться Потому что Хата Все погибла Но Басу Хэппи Больше Но Гостов Нет Хэппи Долго Не видел Что Гостов Все равно На третий Ставит Да поставит Ее на Мэнни Опять Сейчас Линги Прибегут Сожрут Идет Суртов Вперед Линги На 3-3 Есть ли Адреналин Да Есть Все ключевые Грейды И это Очень печально Ультралы Пришли На 4-ю Вообще Без линги Вот Соп-соп Знаете Как четко Делать Характер Сплетит На планетарку Онли Ультралов Послал Чтобы Убили Они Здесь Либератор Висит Танк Плюс Био 154 Здесь У нас Новая Планетарка Есть Хэппи Можно Ксм Туда Перевести Почему Он не хочет Того Сделать Я пока Не понимаю Да Конечно Отдался Хэппи Зря Сейчас Суртов Зря Отдался Гитмон 23 Премиум На мыло Тебе Приходит И ты его Сам Активируешь Так Планетарочка Здесь Надо Раскачивать 166 138 Гастов Нужно Как можно Больше Опять Нидусы Пошли Эти Черт Хэппи Здесь Одни Линги Прибежали Нужно Бармор С Данинг Делать А он Видел Планетарку Уже И ультралы Уже Выдвинулись Ну Ё-моё Хэппи Хэппи Не готов Кстати Ее Отбивать Здесь Линги Набибает 2-2 Против 3-3 Как линги Даже Долго Живут Обратите Внимание Здесь Врыв Идет Какими-то Ровущей Реводжерами Суртов Просто Дешеврезно Пытается На мультитаске Хэппи Развести Хэппи Хэппи Суртов Суртов Подкопился Хэппи Хэппи Сканет Сколько Крипа Много Прям Рядом Схэппи И Хэппи Сканет Драгоценнейшими Мулами Своими Фактически Потому Что У него Как обычно 3 орбиталки Да Да И больше Нету Ничего Добыча В кармане Пока Идет 149 184 Подчеркивание 23 Активировал Премиум На ваш Канал Нет Адреналин В Лотвии В Лотвии Сильнее Даже Адреналин Чем В В Насколько Я понимаю Но В В Не было Арморов С Данем Там Таких Тем В Лотвии 40% Адреналин Насколько Я помню В В 33 Дает 2-2 Агрейды 3-3 Хэппи Не пытается Сделать Газа Просто Немерено Делай Не хочу Ну Минералов Правда Не так Много Че-то Хэппи Застопорился Да Фулгорыч Ты прав Чуть Немножечко Программа Опять Сбой Дала Сенсор Тавер Пошел Может 200 Отстроить Сообразить Та Что 3-3 Надо Делать Просто Такая Карта Вот Здесь Планетарка Нужна Для Перестрахов Где Золото У Эта Да Че-то Линги Везде Летают Марики На Стиме Идут В наглую Просто Овер Крип Разливают Всем Охренел Сорток Овер Минус 200 В 170 Лимита Что за Микс У Тирана У Зер Давайте Посмотрим 8 ультралов 8 ревж 5 инфесторов 4 королевы 1 вайпер То что нет Грейта Спайра Я считаю Великолепно Но Но Он будет В будущем И здесь Нидус Пошел Обратите внимание Хэппи На Стиме Бежит Выбивать Гасты Не дают Пройти Спокойно И ничего Не оставляет Вообще Здесь Кроме Ну вот Опять же Элементарный Развод Элементарнейший Ребят Так Ультрал Выходит Нидус Падает Снайпер Шота От Хэппи Успеет Вернуться Да Часть Гастов Успевает Вернуться Хорош 160 на 200 Развод Не получился Потерям Давайте Вот Игре Глянем Хэппи Больше Потерял До этого Момента Жесть Это какая Этого Я не знал Что Хэппи Больше Потерял Идет Центр Раскладываются Либераторы Хэппи Собирает Сам Прессовать Стоп Опасная Ситуация Но учитывая Что Грудов У него Нет В принципе Может 3-3 Заказал Неужели Хэппич Молодец Еще бы Либераторов Законтроливал Вот Видно Куда Кидает Что Не контролит Рапторы Здесь Есть Частью Убивает Пятую Базового Защищает Здесь Ничего Вообще В центре Не оставляет Что За Наглость Хэппич Куда Пошел Гасты Все Идут Вперед Вообще В наглую Два Либератора Остались Бил Где-то Сзади Гасты Танкуют В итоге Ну Что За Идиотизм Хэппи Рисковый Хэппич Все Минус Хэппи 872 1 В пользу Сортопа Не Ну Настолько Нагло Нельзя Он Четко Контроля Сортопа Тож Видно Аккуратнее С ним Надо Быть Сиралом Аккуратничает Который Сидит Там Боится Сортопом Который Наглец Че-то Куда-то Сам Вперед Ну Ё-моё Ждем Следующую Игру ГГ Пишет Еще Дайши Там В лузерах Куда Мне В игру Не Попасть Будет Не Знаю Что С Пингом Там Блин Если Хэппи Отлетит Еще От Сортопа Это Будет Печаль Вообще Дайши Да Ой Центральный Проктакол Блай Говорил Что Халявная Для Зергов Карта Но Посмотрим На сколько Сортов Может Это Подтвердить Не Знаю Не Знаю Ребят Ребят Ну что, хэппич барак ставит. Рипер, видимо, будет от хэппича. Хорошо, что кроссриспы, кстати, были бы ближние, всякие идиотские пуши могли бы проходить стопроцентно. Да, я думаю, что так лучше даже. Но очень тяжело третью брать. Ой, какая карта дикая для тирана на самом деле. По сравнению с предыдущей орбитальной верфь, просто по сравнению с этой, я не знаю. Суртов идет вперед, хэппи сам в разведку выходит, Суртов заходит, сцэшка сейчас будет заказана. Прям при дроне. Записи девятого дня кода я пока не выкладывал, они на плеере, на ГГшном, проверю сегодня. Если есть, выложу. Код С там, и все обработается в итоге. Комикс нет в московском музее Мони на авиации не бывал. Думаю, что стоит сходить там. Гигантская вообще экспозиция, насколько я понимаю. Его собираются переносить в парк Патриот. Этот вот рядом с Кубинкой, который... Где этот танкодрон там, это вот... Где биатлон проходит. Ну, там скандал вокруг этого, может быть, еще отменят. Это все потому, что, ну, какое-то решение там левое, как бы приняли, читаю там про это. Вижу, не знаю, чем там кончится в итоге. Посмотрим. Некоторые экспонаты невозможно переместить туда. Если авиация нравится, как бы по-любому в таких местах нужно побывать, но я не бывал. Так, ребятки, вторая игра. У сортов мув делается, у Хэппи Гиллионы Старпорт. Почему Хэппи не хочет хелбатом? Против Сирала, то есть Сирала, который готов к хелбатом, Хэппи дел хелбатов. К сортов я уже несколько раз вижу, он просто в наглую играет, как бы к хелбатам ни хрена не готов. Хэппи почему-то их не делает. Не знаю, стоит ли в решающей игре, правда, вот это все делать. Кстати, Барак с реактором будет плюс Гиллионщики. Кстати, кстати, ребят, сейчас... А, Барак слабый, бро. Какой реактор, черт. Че я горожу? Еще два Гиллиона запилено. А, это Банши и Гиллионы будут. У нас третью хату ставит сортов. В свою очередь, кстати, здесь и Гиллионами можно ворваться. А не слабо, на самом деле, пожечь, например, на третью. Беда это не только для Хэппи. Да, это то, что еще дальше и не пускал стримить до этого. Ну, по рестриму ничего страшного, если у него там что-нибудь пригорать будет. Ну, вот, опять же, очередной раз. Инвиз делается у Хэппи. Гиллионы здесь сидит. Ну, надо ли было показывать их сейчас вот на этой четвертой хате? Третьей хате, я не знаю. Ну, подбрил хотя бы личинок Хэппи. Парочку штук. Банша летит вперед. Минус Линг. Спорки нету у сортов. Кстати, Инвиз сейчас будет готов у Хэппи. Нужно залетать, пока спорки не готов. Блин, вот Хэппи как-то и Линги палят его, и все-все палят. Ну, неплохо Хэппи подконтролил. Пять дронов минус нул. Тридцать два сорок один сортов улынец сейчас. Обратите внимание Реводжера Линги. Хэппи не готов отбиваться. Тридцать три-один, что ли? Тридцать три-один, ребята. Как Хэппи просто не понимает, что происходит в таких ситуациях, я просто козаин. Стоп-топ прогревает Хэппи. Банша возвращается. Танк есть слишком близко, стоит подальше опять. Вычинку можно устроить. Банша хрен знает, где летает. Второй танк отдает на муви. Да как так вообще? И здесь ездит Гелион и видит, ни хрена на трид не происходит. Видел роучий Хэппи и все равно ничего не происходит. Ну, что за бред-то? Не, это здесь уже, чтобы не произошло, это ГГ, там три хата. Я уверен, что здесь уже Хэппи не вытащим. 7.32 по лимит, там мулы новые полетели. Здесь линги все новые-новые будут. Три банши здесь, конечно, есть, да. Мулы сразу минус. Поспешил еще с мулами сейчас выкидывать. Вот, отбился, кстати, но нахрена было сейчас мулы кидать сразу прямо. 20.66 по лимит, 42.5 по рабочим, 10 лейер пошел. Не, не, ребята, это прохлада. Банши улетают, здесь еще группа лингов на врыв готова. Это просто ужас какой-то, а. Гегаешь, Хэппи 3.1. Да, блин, печально, печально. И дальше там Хэппи 0.2 вообще всчислило, просто в хлам. Зазордж поддержал ваш канал на сумму 300 рублей ровно. Назахёппичи. Спасибо, ребят, всем. За поддержку. Просто роучи лингов реводжеры против баншей, которые идеально контрят все это дерьмо по воздуху не стреляющий. Как-то заходят. Яхо за как. Ну, будем болеть с матчей с Дайши за Хэппи. Ничего говорить-то. Спасибо. 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 Дальше. Спасибо. 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 Аккуратней там с такими темами. Ну, я думал, что Хэппич пробреет зергов, видишь, а как под стиль стартов они готовы. Хэппи говорит, что пинг так и не упал, 150 у него как был, но это хоть более-менее играбельно, но всё печально когда ты на своём сервере играешь и такая охренеть более из Москвы Играет музыка Заходит сейчас гун-фу-банда к ламбу, не, не заходят, адепты решили уйти, второе золото, карта Тирасоприона, амбузерская карта в мясо такая Кто сейчас лучший протс в СНГ, мне сложно сказать, кто сейчас лучший протс в СНГ, Титан не тренется, вердос, наверное вердос, кто ещё сейчас вообще протсом играет у нас Кул-Ти завязал со Старкрафтом, как Смайл он написал, скоро бралигу будем делать Ну что, прилетает ламба с удалингами, ну 4 адепта плюс пилон, справляется гун-фу-банда по-моему изи, даже ни одной пробки не потерял, 28-18 парабам, ещё тут ламба Теул и не стал, обратите внимание Так, забегает на хай-граунд, гун-фу-банда, ну зачем пробку ставил, пробегает наверх, проход не закрыл, не, это протс у ГГ может быть с таким раскладом Протс очень сильно натупил, линги всё новые и новые бегут, пробочки всё новые и новые терпят, лингами нужно уйти сейчас куда-то На золоте проблемы гигантские, вот про очень много лингов заходит, пилончик минус в итоге Так, два адепта спустилась, ну что эти два адепта могут сделать, да ничего они не могут, но пятером уже можно подраться Так, пилон падает, будет ли в адептов ламба врываться? Да, врывается в адептов, пытается гун-фу-банда ими уйти, парочку адептов падает, но линги тоже на грани сейчас, кстати говоря Всё, ещё два адепта падает, пилон сейчас будет готов, уверчаж будет выставлен, но лингов всё больше и больше 22, пилите, а Бузя золото сейчас делает, сгрызали эти ламба Нужно из-под уверчажа выйти, нахрена ты лезешь в этот уверчаж? На мэне здесь ничем не прикрыто, два гейта можно спокойно отключить Адептов грызи на варпе, как же невнимательные европейцы, корейцы настолько чётко вот эти моменты действуют, чувствуют Нужно было спокуснуть двух адептов на варпе, сгрызть келон без потерь, сразу бы гг пропускаться, сразу бы Даже дело не в том, что... а просто такая чётко играешь, оппонент видит, что ты не прощаешь Он и гг раньше напишет, даже психологический момент, но здесь линги на мэне везде 1-0 Гламбо Ну что, в ожидании хэппи, смотрим всё остальное Не знаю, я попросил хэппи ещё отписать, он мне отпишет, когда сейчас Такое продолжение будет Так что не уходите Стрэндж, да, стрэндж, наверное, да, стрэндж может быть Один из самых сильных процессов сейчас получается Ну, колл там рядом где-то, но я думаю, колл Не такой стабильный, а стрэндж результат показывает в последнее время Привет, Никс Где Йоанн Мерло-то? Я чуть не вижу Кто хост создаёт? Вот он, Йоанн Мерло, через него и запрыгнем мы Тот у меня парилайди, блин Тот нормальный мужчина, но ESL не очень Поэтому всякие дальше могут что-то там возникать Мне это очень бесит Конечно, ну ничего не поделаешь Я хочу запрыгнуть Чтобы проще Смотрим Смотрим Продолжение следует... Ну пока восстанавливается, но пока восстанавливается-то не тренится Титан, я про это и говорю. То есть так можно восстанавливаться хоть целый год на самом деле, а потом решить, да ну что-то все сильно играют нахрен вообще. Буду в покер обратно играть. Плюс еще и Титан там кафе какой-то строит. Продолжение следует... Так... Почему помощь не читается, когда тебе читает? Ты просто ничего не писал. Не собрался с адептами показать, но... ХЗ... Ну да, может быть и респы бы ближе были. Извините, ребят, не обратил внимания. Сейчас вообще ничего не читал. В прострации какой-то находился. Хэппи-нимущика подвел. Ну ничего не поделаешь. Будем смотреть дальше сейчас. Три хаты здесь ставят. Безгазовые, кстати говоря, в стиле Блая. Сейчас, ребят, глаза закапаю. Что-то глаза будут устали маленько. Ну все, потекли слезки по императору. Потому что хэппич не прошел. Да, хотелось бы уже, чтобы успокоиться и все как бы. Но еще пока не все потеряно. Еще есть шанс, слава богу. Блин, но если и хэппич, так как в лайфшаге кода остановится, не пройдет, это жесть будет на самом деле. Почему? Потому что останется только ладерная квалификация, а там уже 2 слота на 16 человек. Ну, хэзэ. Хотя не будет тех, кто прошел на первой и на второй квалификации, с другой стороны. Но, тем не менее, как бы тяжело, тяжело будет. Там достаточно сильных игроков остается. Предостаточно, я бы сказал даже. Сказал бы даже. Так, адеп принимает. Инда забегает. Ну, зерк видит, что третий Нексус как и так строится. Газ ламба на базе в кармане поставил. Привет всем, ребят, кто недавно подошел. Кстати, помните, что группа ВКонтакте есть. Блин, пока 2000 человек было, забыл сказать. Она в описании канала находится. Иногда Боппио дублирует. Там я стараюсь писать, когда стримы. Туда записи выкладываются. Ну, и будем понемножечку ее развивать. Пока там мало информации, конечно, относительно. Но ничего страшного. Будет больше со временем. Не все сразу. Так, три адепта пытаются ворваться. Здесь есть линги, но отменяют. В итоге телепорт Бунфу Банда. Уже Фениксы строятся, между прочим. Один Феникс, точнее. С одного Старгита. Роба прям под овером. Нафига так открыто это все делать? Не знаю, нафига так открыто все делать. Ну, делаю тут открыто все. Как же ДМС? ДМС играет сейчас, да. Это меня, это радует, безусловно. И меня, я думаю, не только меня. Потому что он как-то инактивен был. Но сейчас вот новостей особо нет. Я вижу его в турнирах постоянно, как бы, да. Он участвует. Ну, и достаточно далеко проходит иногда. Но пока как-то, ну, вот, не настолько он силен, как тогда, когда, например, на ОСС Челленджер прошел вместе с Хэппи Касс, с Хэппи Влайн. Хотелось бы увидеть такое именно от него. Ну что, полетел Аракул, назад Абуронец. Здесь два Гейта, две Фатонкин. На три оверчажа энергия сейчас будет. Идет пуш от Ламбо. Пользователь Ред Викинг активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Ред Викинг. Ну, ставь ты оверчаж. Ты что ждет-то? Уже куш идет давно. Нет, что-то выжидает. Ну, что ты выжидаешь, Протас, скажу ты мне. Хитрый ты какой. Поставил уже, когда все подохло. ДТПС нужен армия был основной, конечно. Приходит Ламбо. Что-то Ламбо как-то вообще. А что Ламбо-то так ждет? Вроде бы у Банды хороший Протас. Раньше Ламбо теплый был, Зерка. Я еще играл, его постоянно пробревал. Но сейчас на тренинг он очень хорошо играет. Даже в под пробревал, что-то говоря. Там про волю я вообще не помню. Был он там сколько начинал, наверное. Спасибо всем за премиум. Нексус падает, третий. Это для Протса, конечно, далеко не ГГ. Слушай, нифига себе, 57-41 по рабочим пользователям. Но третий Нексус потерять, даже учитывая преимущество по рабам, эта ситуация очень нехорошая. Почему? Потому что боевого лимита вообще нет. Азерк просто зажимает СД сейчас, будет четвертую ставить. И все у него замечательно. Лейер делается, гидраль, ура, что хочешь. А кто и выходит, спайр строй. Фениксов тяжело и по земле. Например, если в муту выходить, вот есть уже боевые лимиты. Я строил рабочих и настроил муту. У Протса по земле слабо. Еще и фениксов нужно строить. Ни то, ни все получается. Все мало как бы. Это очень тяжело, значит, будет ему. Даже на третью спуститься будет тяжело. То есть, мута будет шатать, а на третью может быть очередной налом на более поздних стадиях. Два Аммортала куда-то полетели. Ламба заходит. Отменяется Нексус. Ламба уже на хайграунд палит. Да тут нет ничего, можно залезать, убивать на хайграунд было. Пилона не было, кстати. По пилону падают фаерболы. Все, нормально. Здесь два Аммортала прилетают. Тем временем шатает. Ламба пропустил Аммортал. Давай арпадепт ведет. Можно даже хату. Ну, газ давай будем убивать. Самое важное, здание зерга. Газ минус нул. Под горящую руку Аммортал попал. Газ. Адепты пытаются ворваться на мейн. Амморталы, нет, прикрывают друг Аммортал. Лингов просто тут развал этот какой-то гигантский. Потери у Протса даже меньше. Но Протса без третьего Нексуса зажил все это время. Только сейчас у него появится. Так, Призма еле-еле улетает. Чуть бы банда затупил потеря Призмы. Это было бы и потеря Аммортал. Это было бы потеря потерь просто в этой игре. И, наверное, потеря игры полностью. А уже 2-0, это уже практически потеря матча. Если там не начнет нервничать, конечно, оппонент как-то. Нидусов? Нидусов сегодня миллиард был. Ты что, телевизор? Сортов хайпи Нидусами шатал много кто. Ревилейш на Оракулам. Пошло 61-59. Смотрите, просто восстановился. Вот чисто один. Посмотрите, один врыв имморталов пропустил, который наразваливал. Все, рабочих одинаково. Всего тут одинаково. Третья база. Штормы, чарджи. На самом деле сейчас фаршировать. Шинковать будет просто зергов. Сначала шинковать, потом фаршировать оверов. Вяленые линги и ровущие в обертке овера, как глупцы просто. Мне аж поедеть захотелось. Dream XD. Да ну, куда похудел сейчас после операции, после крестообразных пластиков. Это и наоборот. На брюхе больше наросло, конечно, чем так. Вот Коу пишет, что у Ламбо два билда. Кто-то за пуш-реведжерами и просто макро-брудов. Пуш еще живо отбивается, Ламбо макро слаб. Только на этом пуш тащит. Ну, что-то не получилось на этом пушу прям затащить ему сейчас. Ну, пуш действительно сильный. Но сам же ты, я думаю, понимаешь, как и все адекватные люди понимают, что если игрок убивает одним пушем всех, то либо все бичи, либо игрок слишком силен. Так как, например, Лайв убил на Близконе Лилбу, и потом можно говорить, что просто я там тренингался в Лот. Ну, когда Лот вышел, можно говорить, что ты тренингался в 3-й Старкрафт. Ну, и так можно говорить все время, что просто. Прилетает Ламбо. Хорошо мутку, кстати говоря. Сейчас стэк мутки сплетит. Сталк-репат. Доверча же что-то сильно решает. Здесь линги врываются. Кстати, пошел очень неплохой стазисная ловушка. Рующий реведжер. Приходит 160-119. Ламбо как-то зашатал. Да прийми ты решение-то уже, куда наломиться. Летает туда-сюда, блин, не понимаю. Я уже запарился смотреть, куда уже. Мышки водить тяжело, блин. Это все летает туда-сюда. ОПМ какой. 418, знаешь, как тут не полетать. ОПМ 418. Психов там фокуснулся, штурмовичков сейчас. Так, на мейн врыв идет. Еще мутка долетает. О, 23 муталис. Мне боюсь, что здесь очень печальная ситуация для гумфу-банды. Ну, для гумфу-банды-то да, но для вот этих юнитов-зерга оно еще более печально все. Банда уже еще не проиграла, а юниты эти уже проиграли. И ванда идет в размен. Даже ему некогда. Говорит, стойте здесь вы. Сейчас птичатурмовика сгрызет на халяву. Ну, е-мое, разверни. Ты что-нибудь сталкерами чем-нибудь убеешь. Чем быстро можно прийти вперед. Это, конечно, сталкерами. Так, убивает. Пошел фаербол. Сталкер разбинкает. Фаербол в молоко. Три атаки. Это очень гигантский демаж со стороны зерга. Сторм по себе великолепный. Пошел сейчас муталис возвращает. Сколько мутки? Мутки 30. Сталкеров 19. В лоб ггшечка будет сейчас. Зачем Ламба вообще не дерется в лоб? Я не понимаю. Здесь в хлам просто развалят. Сталкеров заштормил. Банда великолепно. Не, ну, Ламба, кстати, слушай. Не знаю насчет макро самого лейдова. Но пока что банда очень четко все делает. Мне даже нравится. Он играет. То есть он не оставляет шансов. То есть и свитч мутку своевременной. И тут все. Вроде казалось, банда должен тащить. Восстановился. Все равное было там. Как Хэппи шансы против Дайшеса, несложно сказать. Недавно буквально он за минут 15-2-0 ему проиграл 0-2. Но думаю, сейчас он более будет готов. Но Дайши как-то в ТВТ у него хорошо. Все, у Хэппи, судя по всему, не ахти. Так, наламывается Ламба. Сталкеров, конечно, убьет. Тут 40 муталис. 36. Там погибло несколько штук. Где-то 40. Чисто на оклике ему все разбирает. Там линги все подгрызают. И Дайши 2-0. Ламба. Уверенная игра с его стороны. Ну, не знаю. Вот Хэппи бы каких-нибудь Ламб. Мне кажется, сортов, я не знаю. Ну, что сортов? Что он самый сильный, что ли? Плакать каждому тут. Давайте самого слабого искать. Теребуем, чтобы он попадался. Как бы и только его выигрывать. Нет, так не прокатит. Так, ребят, расстроился немножко после проигрыша Хэппи, но унывать пока не стоит. Нужно верить до конца. Будем надеяться, все нормально будет. Не вижу хост пока. Пока нет хоста. Все, я в игре даже. А, там все стримят, не только тот. Ну, может быть, если так много будет в игре с Дайши, тоже он там не будет плакать. Напишу ему, что ты плачешь, дружок. Я стримил все игры, а ты что-то плачешь. Может быть, он не будет тогда так переживать сильно. Рево случайно пильнул 50 баксов на Зерго. Что творится сейчас? Ну, коэффициенты, наверное, были хорошие. А представь, что там будет твориться, когда будет 2-2 и будет уже гунфу банда комбайщить. Вот я не представляю даже. Ну да, коэффициент 2.49. Хороший на ламбу коэффициент. Хэппи фаворит с Дайши по коэффициентам. Недавно Хэппи отлетел просто в хлам. Привет, ребята. Чарлик отдыхает. Потом вам покажу как-нибудь его ищу. Чарлик! Чарлик! Немножечко разрядочки. Надо подержать мне Чарлика немножко. Чтоб успокоиться. Чарлик! Ну где ты, ё-моё? Вот гадёныш. Не идёт. Ток за еду идёт. Хитрец, блин. Меркантильный. Чарлик, ты чё там третнешь что-нибудь? Ну как в холодильник я болез, это Чарлик сразу пришёл. Сюда иди. Сюда иди, говорю. Хоп! Хоп! Залезаем сюда. Ты чё, вообще не жуёшь что ли? Морозок. Вот такой вот Чарлик. Вот такой вот Чарлик. Длинный сосисон такой. Ну всё, давай батл смотреть, братан. Пое теле. Оп! Извини, что отвлёк. Так, кончится ВЦС, выведутся. Чем ты закапывал глаза? Систейн ультра. А, на карту поставил. Хитрец, хитрец. Ну что, 2-0 лампа и карта такая для Азарька хорошая. Так, и вода-то у тебя есть? Секундочку, ребятка. Нет, Алик, пробовать не буду. Води-ка. Водичка-то есть, чё-лик. Ты пить хочешь? Ну иди пей. Да, вон, вода-то стоит чё-то тут в башню, что ли. Ты просто тут решил по... Врубить. Врубить. Продолжение следует... Раньше других собак не было. Так, ну что, Нексус готов. Бустится рабочий. Будет сгрызалить? Нет, сгрызалить и пока нету. Дроны выходят, раскачивают. Тут Ламбо базу свою вторую. Парабам пока отстаёт. Но пробку, например, минуснёт сейчас. Лингов до заказа не вижу. Третья пошла. Ну тут зачем лингам здесь? Линго реводжера идеально вообще. Так, Халву куда-то начать, чтобы сообщение на стриме считалось. Через плеер значок рубля там. Команды только заедут на... Сидеть, лежать там, лапу. Да он вообще всё понимает. Так-то как бы слушает. Просто, ну, воспитан как бы разбалован. Хозяина одного нет. Дашу, например, больше, чем меня даже слушает с последнего времени. Потому что она его постоянно хвалит. Глазит. А я-то иногда ругаю. А быстрее и быстрее гулять на стрим там и так далее. Вот. Уф, те чарликовые були вот. Я, мама. Почему думал, что первым були у меня? Странно. А ещё я такой лысый. Здесь второй подбородок такой, как у братков. С питбуллем. Да нет, питбулли хорошие собаки. Всё, от хозяина, наверное, зависит. Но нет. Куда, неужели в чатике им никому не написать? Через плеер значок рубля в плеере, ребят. Спасибо всем за поддержку в любом случае. Дайте игру смотреть. Что-то я вообще не говорю. Четыре минуты уже идёт. Но тут третью раскачут. Пока тут линги бегают. Потерь особо не было. Шесть лингов, три пробки. В общем-то, потери. У банды два Нексуса строят. Дестабилизаторов хочет у банды. Попросите, у Ламбо. Линги выходит в реводжер. Ну что, садятся. У Дайши ТВТ 92% сейчас. Это очень печально. Мы будем надеяться, что прям не очень в мясо так печально. Такой фейл от гунгфу банды. Камни стоит бьёт. Философ, блин. Камни бьет. Принимает просто Ламбо. Всё сейчас в банде. Всех юнитов уничтожает. Здесь два адепта Зилок. И стабилизатор выходит. Куда тут стрелять-то? По адепту своему правильно. Куда ещё? Всё, и так провал. Куда ж ещё стрелять-то? Вот банду вспоминать, походу, эту игру будет. Как камни он бил. И как одну. Но он серию эту будет вспоминать. 0-3. И такая последняя. Поплыл называется парнишка. Поплыл. Здесь призма летает, харасит дестабилизатор. В это время убивает там всё вообще в Ламбо банде. И спайр, и свитч. Посмотрите, ой, и 11 муталецков. Четвёртая хата. Газ бы ещё добавлял бы сейчас, чтобы мутки ещё больше бы выходило, чем сейчас может выйти. Да и так это ГГ, ребята, очевидно. ГГ пишет. Банда. Ламбо 3.0. Изи, просто изи. Крепи что-то там ожидают. Так, погоди. Те. Гребießen. Те. Продолжение следует... 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 на дайс шипер обрывать быстрее и всё. Джон Сноу мощно на ней ничего играет, но я просто не знаю реально уровень Джон Сноу, я вообще ни одной игры его не видел ни сам, ни сам не стримил, ни рестримил, ни в игре не был, поэтому мне сложно сказать вообще. Фанка это тот, кто кликает на всех ВЦС, везде вот кастеры стоят там с микрофоном и стримят, а Фанка жмёт кнопочку в игре и показывает всё. Но он ещё и француз, и у них свой, там есть портал, канал стримерский, то есть и свои проекты, и с Нейшн Варами там он помогает. Залетает рипера, дальше один минус, второй подумал, не, я преступником был всегда, что это я буду за кого-то впрягаться, влечу-ка я домой, а там по компании рипера они какие-то вообще преступники все конкретные. Тут танки стреляют, не-не-не, пора валить. Третья ЦЦшечка уже у Дальши снизу, Хэппи по лимиту попроседает, по рабочим проседает, что же за бред-то такой, Хэппи, что же творится-то такое. Так, заходят, везде марики стоят, у Дальши ещё один танк, третий, реактор на Старпорте, стимпаков никаких пока не делается, у Хэппи лава пошла второй барак, блядь, третий уже с реактором производит, хорошо. Нормально меня слышно, это у тебя что-то не очень там по ходу. Золотой колпак на сон. Кровать подголовником золотым. Ну да ладно, хорош уже про императора. Пять бараков у Хэппи, здесь у нас что, два добавляется, у Хэппи раньше пять, чем у Дальши, то есть у него три пока, но по лимиту всё равно проседает, по рабам более-менее ровно. Ну, реакторы как-то западают, тут реакторы пошли, но Хэппи по-любому впереди немножечко по лимиту будет, у Хэппи плюс один раньше, чем у Дальши, но у Дальши один-один, у него две инженерки сейчас, вот эти две инженерки могут решать, армор сразу же заказан по КДшечке. Сейчас бы тайминг словить как-нибудь плюс один на ноль-ноль, но как-то словишь, здесь уже тоже будет готов грейд через 30 секунд, через 35, вот, и нужно вторую инженерку самому ставить, арморя. Кому навешать? Дайшим готов! Брось с дороги! Разработка завершена. Дайшим готов! 112-124 по лимиту, что-то я соврал вам, Дальши всё равно Хэппи опережает, не понимаю, вот как это происходит, как не про... Продакшн более чёткий у Дальши, АПМ у Хэппи 380-240. Так, здесь что-то Дальши минуснул Хэппи, не понял я, что это даже было. Пробивает камни, 4-ой СС пока нету. Так, 2-1 Хэппич заказывает, вторую атаку, Дальши тоже вторая пошла, Дальши 2-2, чуточек раньше будет, ну, армором завтыкает он или нет, я не знаю, со вторым ещё Хэппи как закажет, вопрос. 149-135, блин, вот как вот, ничего не происходит, смотрите, а боевого лимита настолько больше у Дальши. Бараков равное количество, а нет, больше у Хэппи, Бараков в 6-5, да чё за хрень-то вообще. Две факты у Хэппи, а лимита больше у Дальши. Матом сейчас буду ругаться, да чё это, что это значило бы? И вообще Хэппи не видит, где Дальши находится. Хэппи не видит вообще ни хрена на карте, это вообще не в сказке сказать, не пером. Всё, прилетает Дальши, минус Хэппи, база вторая вообще стала. Так, танки прилетают, на хайграунд дропывается Хэппич. Хорошо, вроде танки дропнулись, база не минус. Марики прибегают на стиме, здесь Дальши мариками забегает, разваливается немножечко. Танки минус 2, Хэппич, молодец. В это время хонтер дроп там какой-то делался, 102-447, по лимитам всё, Дальши впереди. Вот Дальши, блин, он грейды идеально делает, просто идеально. Не, ну молодец, очень чёткий сейчас продакшн грейдов. У Хэппи... У Хэппи тоже армор заказал, Дальши двойной дроп готовит. Хэппи выход делает, в это время Дальши прилетает двумя медиваками. Похоже на ГГ. Почему? Потому что у Хэппи ничего нет, он идёт в размен. На всех базах проблемы, жесть-то какая, какая жесть. На ровном месте. Так, возвращается Хэппи с мариками, там с КСМ-ками, но 4-ю ЦЦ-шку отменит. А что это даёт отмена 4-й ЦЦ-шки? Танков здесь столько же, сколько у Хэппи. ЦЦ-шка даже Дальши не отменяет, кровь, 400 забрал. Так, Хэппи дропает танк, вот медивак убрать не получилось. Здесь Хэппи очень долго бивается, 144-160, по боевому лимиту более-менее ровно. Но по экономике Хэппи что-то совсем просел, здесь ещё КСМ-ки погибли в этой части. Так, отбивается Гэст Хэппи, здесь пытается поджать Дальши. 34-я ЦЦ-шка есть, вот на этом только Хэппи может плюс выйти. Единственное, наверное, на чём восстанавливает добычу. Газ восстанавливает, газ на мейне нихрена не добывается, но у Газа у Хэппи перебор, как обычно. Так, здесь Викинги приходят, Хэппи чуток в контроле, очень Дальши постоянно по грейдам Хэппи опережает. Опять третья атака раньше. Хэппи с Тиранвиком отставал, согласен, тоже всегда в лимите, но Тиранвика в хлам переконтроливал. Тиранвик боится реально Хэппи, видно даже по контролю. Он каждый что ни момент микрон, Тиранвик и позицию теряет хуже у него, и как-то позже всё делает. И реально Хэппи успевает там и на мультитаски развести. Дальши-то не факт, что Хэппи так разведёт. Третья атака у Хэппи заказана, армор доделается 2-2 в 2-2. Хорошо, хоть сильного отставания по грейдам нет. Но по лимиту боевому опять на двадцатку в минусе. И опять же, главное, три в три базы. Вот обратите внимание, Бараков 6-5 до сих пор. Факта, факты две нету, Дальши три, правда, факты. Дальши по танкам впереди, вот это важный ещё момент. Танки-марики сейчас решают ТВТ. Стимпатчица Хэппич видит Дальши, заходит Дальши. Хэппич отгоняет, но теряет позицию около четвёртой своей планетарки. На ровном месте позицию Хэппи отдал. Как ты так делаешь-то, Хэппич? Как ты так умудряешься сзади в спину зайти, что ли, ему? В размен пошёл Хэппи к Дальши. Да, идёт в размен. Дальши пока планетарку убивает. Хэппи вычиняет её, хочет успеть пойти в размен. Здесь пару танков есть, кстати. Хэппи хорошо заходит сейчас. Он может успеть Дальши здесь очень жёстко принять на этом размене. Танки на мейн проходят, дробуются сейчас. Нужно завозить на мейн больше танков. Обязательно сейчас депошки пробиваются. Хэппи раньше в размен пошёл. Лимита уже больше. Здесь успел отстроить юнитов некоторое количество. На мейн уходит танк один. Зачем ты кинул этот танк? Забери ты мою Хэппи. Ну что ты делаешь? Ну ё-моё, ну как же так? Лимита на мейне больше у Хэппи. 172, 122, точно 1-0. Пользу Хэппи уже по лимиту. Здесь Дальши даже пробить не может. Красавчик Хэппи. Как прочувствовал? Развёл, развёл. Отдал базу, не добывающуюся практически. А у Дальши четвёртой не было. И сделал грамотный тактический ход. Отдал битву, но выиграл войну. Дальши главное, чтобы пуган в нючка не пригорела. Так, инвайтед Хэппи, спасибо ему. Это значит предупреждение тебе. И в следующий раз не будет предупреждений. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok А также еще раз благодарю всех за поддержку, ребят. Всем большое спасибо. Не зря с Брюсом. Чуть-чуть скилла взял. Расконтролил, да, расконтролил. Так, ну что, здесь идет контроль. Хэппи Риппера Дайши минуснул. Нет, КСМ-ку минуснул. Здесь два Риппера против Риппера Марика. Но сейчас еще один Марик выйдет. Хэппич садит в бункер. Садится в бункер. Дайши тут на своей гранате взрывается, но ушел в итоге. Так, а что у Дайши? У Дайши прокси Риппера. И, посмотрите, два варака. Хэппи тут второй аж бункер строит. Настолько он прям перестраховывается. А нужно ли так много бункеров-то? Прям ним появился. Прям с головой. Так, бах. Короче. Достали уже все. Да? Хэппи Тащи называется. Григорий Великолектный? Да, был такой. Григорий Великолектный. Это Гриша в Варкрафте. А Гриша это у эльфов большой каменный такой. Не помню, как так получилось, но когда в клуб мы ходили, так назвали его. Ну, у нас все свои псковские термины были там. Окутывание, фыркалка там у Варденки. Вот это по сторонам. У Петруха там придумывал. У Лося. Лось это лось. Надеюсь, понятно, кто окутывание. Там первый скилл. Ну что, 4 рипера тут летают. Дальше видишь, что 2 бункера у Хэппи. Ну, блин, передефился Хэппич вообще, конечно, просто адово. Вижу, строится Либератор. Но здесь Старпор тоже скоро будет готов. Так. ЦСшечка третья у Дайши. По экономике выйдет вперед. Он, безусловно, с Хэппи будет долго сидеть. У Дайши стимпак раньше. Ё-моё, насколько у него стимпак раньше. Это же жесть какая-то. У Хэппи... Ладно бы Хэппи 2 делал инженерки, чтобы 2 грейда одновременно делать. Так у него ещё инженерка одна. Третья ЦСшка ставится. Хэппи на ровном месте. Без битвы сейчас отставать начинает. Да что за хрень такая? Дайши сканет видеть, что у Хэппи всё позже. Причём намного позже. Есть Викинг. Здесь Циклон есть. Ой-ой-ой. Нет, всё дальше отконтролено. Супер чётко вообще. 50-84 по лимиту. Бункер делается. На Аут Плис должен быть такой ответ на самом деле. Просто. Аут Плис в зубах дырка появляется. ДЗ Звёздочка поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей ровно. Красивые обои. Спасибо, ДВ Звёздочка. Я уж думал, напишешь красивый удар. А тут обои всего лишь. Ну да ладно. Либератор на второй. Посмотрите, Мариками дальше тут чуть не убил. На Мэне держат Викинга. Держат Циклона. Всё пока нормально. У Хэппи третью. Перелетели оба. Хэппи видишь, что третий есть. Здесь Марики нужно улетать Либераторами. Ну пусть они живут. Пригодятся в любом случае. Для обороны где-нибудь. Ещё что-нибудь. Что без задержки-то? Задержка какая была. Задержка днём. Такая задержка. И сейчас есть о чём вы говорите вообще. Она что, сама пропала что ли? Нагнал. Как у маленьких когда были. А те лет сколько? Мне там 4. А мне 5. Да я тебя скоро догоню. Так же и здесь походу, да? Задержка как была, так и есть. Чуть ФП дальше. Офигеть уже. Пять никнеймов тут у нас. Рейсэн готов. Трудовым подвигом готово. Пристройка. Рейсэн готов. Месторождение минералов выработано. Кому навешать? Рейсэн готов. Всё, прошу прощения, ребят. Возвращайтесь. Спасибо. Давайте ещё раз всем спасибо, ребят, большое. Напряжённый сегодня день. Долгий. В поддержке я вашей рад. Рад, что на премиум подписок много в этом месяце идёт. Но стримов будет много. Бобролига в этом месяце начнётся. Как только вы выгоду и немножечко времени первый. Старкрафт постримлю, наверное, уже на неделю. В будний день получается. За две недели там репки лучшие выберу отстримлю. Буду стримить все турниры. Какие Бэтрес Ворс. Скоро плей-офф. Всё, что будет. Скоро отборочные ещё ладерные ВЦСа будут. Очень много всего там будет. Ну что, 124-142. Вот опять с лимитов хэпича меньше. Опять дропчик от Дайши проходит. Опять хэпич терпит. Что-то там медленно он приходит. И я надеюсь, что опять хэпичи тащить будет. КСМ их слил просто невероятное какое-то количество. 47-66. Сколько погибло? 19. Просто весь мейн слил. Весь мейн сейчас хэпич взял и слил. По грейдам 0-1. Здесь 1-1. Уже вторая атака делается. Вот опять же, точно та же самая история. Точно та же самая история. Опять либератор от хэпича полетел. Дайши полный блок, кстати, делает сейчас хэпи. Но это не работает так, как в первом Старкрафте. Вот в чем единственная проблема сейчас. Дайши сам сенсор Тауэр ставит. Блин, 0-3. Вот как не в тему вылетел этот медивак откуда-то. И заметил дальше, что хэпи тремя сейчас дропается медиваками. Здесь либератор на 4-ую прилетает. КСМ-ка раз, КСМ-ка два. Минус ошибка. Дайши заехал сюда неправильно. Вот, но передроб под либератор. Вот еще одна КСМ-ка минус. Тройной дроп. Бомбит активировал премиум на ваш канал. Спасибо, бомбит. Раскладывается хэпич. Ну дальше, ну почему на третью-то? Ну дальше ты без раскладки. Хорош, хэпич разваливает дальше сейчас. Но недолго. Танки забирает, улетает. Вот сюда бы пролетел бы хэпич. Такой бы удар был просто. Ощутил бы дальше урон бы вообще конкретный. И в хэпич. Да что ж ты делаешь дальше сразу? Насколько внимателен чертяга, а? Вот буквально... Вот сенсор тавер прямо до хэпича второй достает. Буквально секунду дальше спалил. И хэпич полетел вперед. Так. Прямо через мариков летишь, хэпич. Что же ты делаешь? Все, повезло. Хэпичу разгружайся. Здесь танки опять же харасят. Отдал танк. И через два марика летит. Минус 10 лимита двумя мариками. Хэпич. Ну что такое, а? Один медивак слит в хлам. 2-2 хэпич, конечно, делает. 163-192. На четвертую базу хэпич прилетает. Дальше не готов. Марики разгружаются. Стимпачно фокусить СС-шку. Это шанс убить СС-шку четвертую. Что хэпич и делается? Сейчас нужно еще раз простимпачиться. СС-шка уходит на хайграунда. Добежит ее хэпич. Добивает красавица. Хоть добил. Передроп на хайграунда. Пошел прям под туретки. Хэпич дропывается. Медиваки под ударом. Дальше на стимпаки приходят. Медиваки фокусятся туреткой. Отдал весь дроп. Вообще зачем? Ну вот, блин, не знаю. То ли хэпич сейчас нервничает. Ну что за такая наивность, которая у хэпи никогда не прослеживается. Ну тебя спалили прямо при вылете. Хэпи не видел. Да, ну ты на мариках здесь налетаешь. Куда ты дальше летишь? Дропни здесь. Вернись назад. Второй загрузи. Вот так вот облети. Ну еб. Мое, блин. Нет, летит прямо сюда в наглую. Дальше вид показал уже, что он нормально все это контролит. Не пытается выбить Дальше отсюда. Можно было бы и выбить. Вот сейчас либератора. Вообще, посмотрите, викингов нет ни одного. Танков поставил сюда вниз. Вот сюда нахожусь пару. Либератора сюда разложил. Попробуй. Как Дальше дропы-то эти обнаруживают. Не понимаю. Опять же хэпич спалился. Я что-то не понимаю. Так, марики есть. Хэпич заходит. Один марик оббегает. Остальными можно сверху, кстати, обойти, пока Дальше не веет. Вот сейчас можно развести Дальше на вот этом деле. Ворваться, попытаться. Дальше четвертую занялся. Опять же. Так, заходит хэпич. Тут вообще дохрена. Вот, на хайграунд нужно врываться. Дальше сканит что-то везде. Хэпич, кстати, незаметно ходит по центру. Можно сейчас с двух сторон попытаться было бы выбить. Но хэпич контролит именно эту группу. Сейчас, вот что, минус. Так, загружается. И уходит хэпич. Улетел отсюда вон. Дальше стимпатч со всех сторон ловит. Сканы идут. Минус медилаг. Вот, нет-нет. Вот, но все равно медилаг потеряется. Где-нибудь что-нибудь произойдет. По танкам. 14-16. Удальше и больше, реально. Хэпич пока не сдается. Правильно делает. Здесь любой врыв может зарешать. Гигантский, просто гигантский дров вперед пошел. Здесь либератор раз... Вот о чем я говорил. Только побольше танков сконцентрировать на направлении либератора. Выдвижение. И все. Вот не вот эти три, а все шесть здесь поставить. Например, гигантский дроп со стороны хэпи идет. Дальше не... Ну, смотрите, дальше разложился. А передропнуть-то нечем, между прочим. К хэпи наверх. Хэпи викингами разводит. Залетай, хэпич. Залетай, пожалуйста. Врывается хэпич. Нету ни хрена на мэйне у Дальше. Передроп просто гигантский идет сейчас. Так, минус викинги. 195-200. Дальше вынужден возвращаться, потому что там он не может, ну, никак передропнуться сейчас физически. Начинает отдавать вообще весь продакшн практически. Бараки падают, прилетает медиваками, но здесь без танков прилетел-то, между прочим. У хэпи три танка здесь есть во врыве в этом. И у хэпи сейчас будет атака готова раньше, чем у Дальше. То есть у него по грейдам на несколько секунд будет преимущество. Потом оно, конечно же, исчезнет. Безусловно. 187-200. Все. Уже запаса такого нет по ресурсам у Дальше. А, он 10С-шек назаказывал что-то там. Так, стимпальчится хэпич. Хэпич принимает войс Дальше. Дальше расконтроливает. Сейчас нужно немножечко отступить. Танки забирает, отошел немножечко назад, передропнул. Контроль просто на уровне бога. По лимиту Дальше проседает. Прироста-то нету. Так, хэпич стимпальчится под танки попал. Мариков выбивает. Забирать нужно лететь дальше. Хэпи летит дальше. СС-шку пытается сбить. СС-шку сбить тяжеловато. Танк там один у Дальше есть. Хэпи заходит, пытается забрать. Забрать тяжело. 160 на 199. Ну все, сейчас у Дальше загорится. Чувствую, в игру не попасть будет. Как хэпи контролит? Он опять танки успел перевезти. Дальше просто в шоке. Да как можно про задержку говорить? И тебя переконтроливают на ровном месте. Так, хэпи виртуозно контролит сейчас. Просто виртуозно. 140-194 дожимать. Выжимать отсюда Дальше. Выходить. Занимать четвертую. И все будет замечательно. Блин, вот все у Хэпи чуть похуже, чем у Дальше везде. Но как он контролит вообще? Как он переконтролил сейчас просто Дальше? Вообще в щи. Вот другие компоненты подтянуть как-нибудь. Но боюсь, что как раз таки из-за контроля своего сверх жесткого Хэпи и жертвует другими компонентами. Но Дальше Хэпи заблочил наглухо сейчас. И я не понимаю, что сейчас Хэпи и делает. Хэпи передроп очередной делает. Причем еще более гигантский, чем в предыдущий раз. На четвертую базу будет врываться. Дальше ну никак на хайграунд зайти не сможет. А передроп поставит точку в этой игре. Скорее всего. Идет врыв от Хэпи. Дальше видит гигантский дроп этот. Но что он может сделать с ним? Разгружается Хэпи полностью сейчас. Целиком. Марики разгружаются. Здесь КСМ какие-то уже поехали. Бо они поехали. Стимпатч с Хэпи. Танк минус раз. Танк минус два. Танки забирает. Под планетаркой танк там где-то сидит сзади. Танк ближе подходит. Танк нужно покуснуть Хэпичу. Покусит танк. Молодец. Покусит. Все дальше сзади два танка привез. 170-158. ЦЦшки падают. Но все ресурсы свои дальше в ЦЦшки в эти вложили. ЦЦшки если погибнут, то тут все на самом деле. Хотя нет. Здесь еще есть бараки. Есть ЦЦшки еще. Какая же экономика у Хэпи печальная. Но у него четвертой базы нет. У него ресурсы кончат. Если Хэпи... Ой. У Хэпи запас остается небольшой. Если он отдаст этот запас, то будет печально. Ушел Хэпи. Вот ему бы растекающий удар вот сюда бы лучше сделать. К продакшну. К этому вообще бы замечательно все было. Не получилось туда сделать. По лимиту близкая ситуация. Все еще. 39-30 парабам. Передропывается Хэпи под планетарку. Под эту. Дайширь готов действовать. Готов отбиваться. Три атаки на танки. Еще не ГГ далеко, ребятки. Еще в этой игре ни хрена не понятно. Но если Хэпи сможет вот здесь выбить все, к примеру, тогда у него будет все замечательно. Сканет Хэпи. Видит, что Дайширь сзади остался. Дайширь не видит, где Хэпи остался. Но если Хэпи сейчас с двух сторон развалит, например, Дайширь, будет все хорошо. Еще танки берет. Еще полетел вперед. Хэпи решил одной армии все убить, по-моему, не Дайширь. Сканет еще раз Хэпи. Еще видит, что Дайширь здесь рядом бегает. Нужно сместиться куда-то бы Хэпи. Блин, и прям Мариком в правильном направлении Дайширь прибегает. Дайширь прибегает. Так, вытесняет Хэпи. Дайширь по чуть-чуть. Танк выиграл дуэль. Куда ты демедженный-то такие дропаешь, Хэпи? Занимает позицию. Дайширь больше стал. У Хэпи нет ресурсов. Все, Дайширь. Посмотрите, если Дайшир вытащит эту игру, я буду в шоке просто, ребята, если Дайширь вытащит. А он реально тащит. Вот Хэпи здесь нужно что-то делать. Нужно либератора какого-нибудь. Ну, Баншу, ну, какую-нибудь хреновину, которая будут эти танки выгонять отсюда. Ну, Хэпи... Нету добычи у Хэпи. В общем, проблема. Что, Сэшка падает. Еще 138-158. Лимей-то близки очень. Почему Хэпи блок не пытается убить? Я не понимаю. Это просто птичка. Нет, у него голова заболел. Стимпак от Дайширь идет вперед. Хэпи танков больше в бою участвует. Но Мариков у Дайширь больше. Фронт лучше. ГГ, что ли, Хэпи? Похоже на то. 120-155, да? Дайширь вытащил эту игру. Вообще, вот эта игра, это просто жесть. Блин, ну вот Хэпи... Хэпи застопорился. Хэпи застопорился. Это не Варкрафт. Здесь нет героев, которые левелы получат, которые вытащат. Здесь нужно подумать и об экономике своей еще. Не только о том, чтобы здесь вот... Нужно выбивать Дайширь. Здесь уже нихрена не осталось Хэпи. Нет, а Хэпи вперед всеми ломится. Не, ГГ, ребятки. Крутое микро против крутого макро. Макро побеждает. Очевидно, только здесь ответ один. Хэпи улетел в семь. Там в размен Дайширь можно идти. Дайширь готов питься. Хэпи загружает все танки. Дайширь уже часть ведет на размен юнитов. Хэпи просканил. Все прекрасно видит. Ну все, Хэпи, дерись. Что ты делаешь? С двух сторон Дайширь драться собирается. Хэпи простимпатчет. Бежит к приросту Дайширь. Кстати, игра позицию занимает очень даже неплохую. Дайширь на муве подходит. Сливается, кстати, Дайширь-то здесь. Сливается, но слишком что-то его много. Здесь марики танки убивают. Хэпи контроль уровня бога демонстрирует. 90-113. Если Хэпи вытащит, это игра года просто здесь еще раз. Танк минус. Нет, что-то танки у Хэпи погибли все в основном. Он пытается выбить последнюю базу. ЦЦ-шка Хэпи через шифт пролетела сюда. Каким-то чудом. По КСН-кам ситуация очень близка. Дайширь подлетает танк. Дай Хэпич вижен. Вижен дал. Фокус танков есть. Фокус есть, насколько я вижу. Танков у Хэпича больше. Забирает. Загружает. Майдмариками простимпатч. Викингов убей. Идет вперед Хэпич. Танк Дайширь выбивает. 57-96 по лимиту. Мулов нужно накидать обязательно. Лимит боевой на 20-ку выше у Дайширь. Но часть лимита боевого в дозаказе у Дайширь. А у Хэпи больше танков. Он громит бараки сейчас. Что происходит, ребята? Это просто какие-то чудеса на виражах. У Хэпи сейчас добыча небольшая начнется. Дайширь пытается мариками залететь, дропнуться. Некуда сюда дропаться. Так, Викинга Хэпи пытается минуснуть. Никак. 48-6 на грани. На грани просто игра. 50-100 по лимиту. Но боевые лимиты более-менее сейчас близки. Хэпи загружается. Улетает назад сейчас. Здесь три танка стоит у Дайширь. Блин, марики без танков остались. Хэпи мариков убеди. Здесь все дорого тебе. Передропывается. Дайширь танки на халяву забирает. Раз. Один забрал. Второй. Вот этот красный можешь забрать. Здесь Хэпи выбивает танк Дайширь. Да выбежит его уже. Дропается Хэпи. Выбил. Красавчик. Марики строятся новые. Туретки выбивают. По-моему, дистанц майнинг здесь есть. 45-67 парабам. Мулы новые кидаются. Танки выщенить не помешало бы. Мариков много Хэпи строят. У Дайширь продакшена нет. Что творится вообще в этой игре? Я просто в шоке, что творится. Я такого вообще не видел никогда. Это просто удивительное ТВТ. Дайширь Бараков навосстанавливал. Все равно все лучше. Все равно лимита больше. Хэпи, пожалуйста. Тащи же здесь. Нет. Что-то Дайширь пришел. Заблочил. 49-77. Все равно больше лимита. Тим Патчца дальше идет вперед. Хэпи, фокуси танки. Фокус танков. Нету фокуса. Танки за ЦЦшкой стоят. Что за глупейшая ошибка сейчас со стороны Хэпи была? Я просто в шоке. Танки стоят за ЦЦшкой. Да они спереди должны стоять. Оборонять. Дробнуть пару Мариков. Здесь 4 танка. Просто смешным ХП. Нужно сейчас Хэпичу. Ближе дропается. Но ничего не видит, по-моему. Так, да, не достают танки. Полетел Хэпичу куда-то дропаться. Нет, 37-108. Все-таки печаль. Да, если бы Хэпи затащил эту игру, это чудо бы было, конечно. Бился как лев, но... Вот вместо того, чтобы Хэпи выбил вот эти 4 танка полудохов, Дайширь выбивает танки Хэпи. И девайки Хэпи потерял. Даже если ЦЦшку эту сбреет печально. Так, Мариками Хэпи нормально тут не минусовал. И викинговые танки. Дальше и находит последнюю базу. Это ГГ, ребятки. Почему Хэпи так провально здесь подрался? Я просто не понимаю. Так, дропается Хэпи. Но почему он сразу это? Ну, нет. Нет, ГГ, 14 метров. Нужно надеять. Жесть какая-то. Просто жесть, ребят. Я в шоке вообще, что творится. Вот. Вот. Продолжение следует... Да. Третья игра начинается. Ну что, карта Ульрена у нас. Блин, такие игры чуть-чуть совсем Хэппи не хватило. Чуть-чуть вообще не хватило. Просто дичь какая-то. Но ТВТ реально достойно. Не, ну а что говорить-то? Чё плакать? Дальше в макро в Хэппи перемикливал его. Хэппи... Хэппи не мог выбить. Хэппи очень сильно затупил, что никакой банши не добавил. Либераторов побольше. Хэппи всё уделил внимания, но вот туда вот дроп. Он постоянно вот снизу вот туда летел, летел. И сверху... Да, дропал круто. Да, убил. Но надо было. То есть, как в первом Старкрафте обычно делалось. Если удавался крутой дроп, просто ты дропал, дропал. Игрок уже начинал обороняться, как дальше. Снимал всё с осады. И неожиданно с двух сторон просто не дроп, а вот так вот сзади дропнулся. Или часть прям на голову у этой застройки всей, а часть выход в лоб. И всё. И снял бы осаду, четвёртую бы занял. Но Хэппи... Ну... Печать, короче. Во пять ещё, ребят. Две карты нужно затащить. Ну что, реактор у Хэппища. У Дальше через Мариков без реактора. Опаничес. Чисто с реактора как-то опасно мне, как по мне, начинать. Ну это Марики реактор, насколько я понимаю, будет. Кстати, вот аж ещё Хэппи вообще просто. Ну вот он весь контроль свой вложил туда, вырубилось у него как раз-таки соображение на какое-то время у Хэппи. Я подумал, что вот он на этой карте, на Сумеречных башнях, он вот так вот, грубо говоря... Ну вот мейн здесь, грубо говоря, вот он сюда пролетал, вот к этой базе, к дропу. Здесь ведь золото было. Возьмите Сэшку с мейна на золото, перелети и дропами ты её прикрываешь. Добывай золото, сколько хочешь, и всё. Привет, Дарк Мессия. Счёт ты сейчас увидишь. Задержка две минуты, помните. Так, здесь у нас дальше ездят двумя Агиленщиками и Хэппи Мариками ходят. Ой, как дэмэдж она получала, нужно вычинить сейчас, срочно. Так, здесь Марики врываются, от Хэппи Медиваг фокусит, дальше перестарался. Здесь Хэппи просто хладнокровно момент этот расконтролил. Красавец, Хэппи, красавец, молодец. 44-30 в пользу Хэппи по лимиту, второй танк строится, правда первый краснющий. Ой, а здесь вообще ничего нету, ноль юнитов боевых. Да, 24-й, работчик приходит. Ой, сюда быстрей, нельзя опускать такую халяву, блин. Сразу по реактору долбить, конечно. С тип сплэша мимочка до кошки задевает. Марики приходят, достаёт до реактора Хэппи. Да, достаёт, реактор падает. Вылетает у нас товарищ... Товарищ циклон дальше уже решил Хэппи убьёт, но вышло-то наоборот. Хэппи убил дальше. Банша вылетает, танк нужно законтролить. Банша без инвиза пока что, но это только пока. Мариков можно прямо под Баншу передо... Викинг прилетает. Как вовремя ты прилетел, друган? Циклон хочет Викинга забрать. Викинга нужно увезти. Викинга увозит Хэппич. Танков уже две штуки здесь. Выбивает инвиз. Выбивает инвиз. 48-36. Просто жесть какая-то. Гэгэппич. Идащи 2-1. Исполнение просто великолепное. 4-55. Хэппич 2-1. Фух. Валидолец, валидолец реально. Главное, чтобы дальше не горело. Фух. Готов Дайши, ребят. Вы сейчас сами все увидите. Дайши подумал, что Марик и демажины решил дропнуться под танк прямо сейчас. Ну что, поехали. Гребень релилак, карта. Фу, немножечко отдохнул, немножечко ФП поставлю. Гребень релилак, карта. Ребят, помните, что в описании моего стрима находится группа ВКонтакте. Подписывайтесь туда, там я анонсы стараюсь делать и все дела. Вы просили, чтобы заранее писал, там я стараюсь текстом отписывать заранее, без анонса. Так что заходите, добавляйтесь, будет все замечательно. Вот Хэппи ведет 2-1. Я, как понимаю, после этого матча еще один будет. Так, КСМ-ку Хэппи тут ловит. Гранатка мимо, но сейчас поймает. Минус КСМ-ка. Дайши начинает с Мариков. Хэппи начинает с риперов. Двух штук, и он не знает, где Дайши живет. Ну, е-мое. Дайши француз. Так, я вижу у меня в цифрах заработка 2-2-8 в конечных. Чувствую, что это хороший знак. Это придает силу настроения. Здесь у нас 3-4 марика гелиона уже на рампе. Стоит Хэппи. Только рипера не отдай сейчас. Подлетает Хэппи. Минус рипер. Минус рипер. Зачем я сказал, только не отдай. Хэппи сразу же отдал. Марики гелионы, что ли, перед дроп у нас, похоже, будет от Дайши. Хэппи строит еще гелионщиков. Понял, Хэппи, что происходит. Викинга то, что строит, это хорошо. Но только дроп не пропустить. Если пропускает Хэппи дроп, это ГГ сразу же, на самом деле. Так, гелионщики летят, идут вперед. Дайши подходит. Так, врыв идет от гелиона. Викинг прилетает. Хэппи, уходи. Две гранатки выкидывает. Не надо викинга переконтроливать, пытаться. Дайши дропнулся. И че, кого там дропает-то? Рип. Опа. Слава богу, что не меня. В такой момент Рип подводит всех. Это печаль вообще. Если бы это был я, у Дайша пригорела. Идеальный тайминг, говорит Дайши. Рабочих у Хэппича на 3 больше сейчас. У Хэппича проблема в том, что все, что у него есть, это эти юниты. Больше юнитов не будет. Так, отпустило всех. Хэппи готов. Несколько СМ-ок вывел. Викинга нужно очинить. Викинга очинить. Дайши ЦЦ-шку начал ставить сейчас. Заходит Дайши. Мариками пытается зайти. Но зайти тяжело. У Хэппи здесь починка есть. У Хэппи все нормально. Так, гранаточка на рампу есть. Не, Дайши не зайдет. Здесь Риппер и Ригенец. Викинг садится вниз. Уже Хэпп что-то так боится, что Викинга даже посадил. Строится Рейвен. Так, Марики подходят. Еще Викинга дальше прилетает. Гранатки накиданы. Так, 2 Гиллиона минус. Хороший Хэппич принял бой. Очень неплохо. Ничего пока не потерял. Викинг взлетает. Хэппич, ломи ты его. Ну нафиг. А нет, здесь Марики были. Срёпы прикрыли. Танк сидится от Хэппича со стороны. Так, начинает отгонять оппонентцу. Красавчик будет вниз. Рипперами гранаты пошли. Дайши реагирует как-то поздно. Хэппич разбирает. Все, падает медивак. 42-37 по лимиту. Викинг садится. Викинга не потерять. Не потерял. 45-35 на 10 лимитов в плюсе. Нужен медивак срочно. Идти вперед Хэппи без медивак собирается. Викинг еще заказан. Собирается Хэппи без медивака? Нет, пока Хэппи ни хрена никуда не собирается. Да не, без медивака и не надо. Наверное, лезть ему. Просто подождать СЦшечку спокойно. Но у Дайши все раньше. Вот эта проблема. Реально, почему до сих пор лаба на Старкорсе? Почему из нее строятся викинги из этой лаба? 30-27 рабов пока у Хэппи больше. Или имей-то пока у Хэппи больше. Зачем ты Хэппи викингов строишь? Вот я не понимаю. Он хочет что сделать Хэппи? Я сейчас пока не могу понять. Вот реально. Реально не могу понять, что именно хочет. Не знаю, ничего он не любит. На ладере у него горело, когда я его пробревал. Когда он 30Сшки ставил, и приходил пуст гейтов. Пяти, например, еще в Воле и в Ходсе. Вот. Да, так просто. Но я неофициальный стример. Но все равно как бы меня не гонят. Это очень хорошо на самом деле. Вот. Спасибо всем, если кто-то к этому причастен. Пошел выход от Хэппича. Все, Дайши рабочих больше, всего больше. Но у Хэппи больше викингов. Но у Хэппи нету ни одного... Так, сканит Хэппи, видит где Дайши. Два танка подходят. Дайши выводит Марика, подозревая, что Хэппи где-то рядом. Хэппи подходит. Дайши не среагирует пока никак. Все, рампу сейчас шатать Хэппи будет. Это красота. Еще и Ревен есть с энергией. Это вообще красота. Дайши готовится врываться что ли? Викинги контролят все у Хэппи сейчас замечательно. Дайши тут барак теряется. Эти гря пошел вперед сейчас. Это может быть с двух сторон. Это либо провал, либо все замечательно. У Хэппи сейчас авто турели ставят. Хэппич что-то поздно реагирует. Но снизу танки выбил. Сверху свои потерял. Вот что плохо, конечно, со стороны Хэппи еще было. Заходит. Рейвена потерял. Да, Рейвена потерял. Дайши выгодно отбился. Блин, жесть-то какая. Ну вот Хэппи... Ну вот я не понимаю вот таких моментов. Хэппи так идеально контролит. Но почему не... Вот то ли не понимает Хэппи некоторых моментов. Ну человек, танки сложенные, сложил и вот так вот их держит. Ну явно же он готовится тебя выбить. Ну поставь-то. Не надо было вот сюда вот идти. Здесь марики, сюда авто турели. У Рейвена Хэппи было энергии больше. На хайграунд бы турели поставил бы. Мог бы вообще здесь бы победу взять. Ну нет, отдался. Ну ладно, еще пока ситуация более-менее равная идет. У Хэппи стимпак, а у Дайши... А у Дайши уже есть. Отлично, в кавычках. Банша прилетает. Дальше есть туреточка. У Хэппи это хорошо. Хэппи будет стимпак. А, у Хэппи щиты уже тоже есть. Кстати говоря, Хэппи передроп на мейн делает. Марики загружается. Куда ты, Хэппич, перегружай. Передроп, пошел. Хорош. На щитах прилетает. Хэппи раньше, чем Дайши. Абсолютно выгодный дроп. Продакшн сбивает танк. Один ушел. Хэппи не дай ему уйти танку этому, пожалуйста. Хэппи дает уйти танку. Это фейл. Снизу дальше заходит. Марики без щитов. Прикрой Мариков. Передропывает танки дальше. Марики со щитами. У Дайши без. Хэппи контролит. Аки бог просто. Разбирает все. 80-65 по лимиту. Неужели ГГ? Неужели Хэппи вкотовится? Увидим. Это просто дичь какая-то. Мариков снизу просто отбирает сейчас. Залпы идут. Бараки падают. Продакшн Хэппи сбивает. Неужели мы увидим сегодня это? Барак падает. Реактор падает. Откуда-то там танк атакует дальше. Откуда он атакует? Я ТЗ даже. Хэппи на бусте увези. Фу. Ушел сам без буста. 86-60. Неужели Хэппи отдаст такую игру против Дайши? Не. Марики приходят. Марики не отдают. Танки передропываются. Так. Марики отдаются. Прошу прощения. Дайши пока держатся. У Дайши рабочих меньше. Все меньше. Хэппи привозит все новое и новый лимит сейчас. Это жесть вообще. Это жесть. Что творится, ребят? Что сегодня творится? 4 медивака передроп со стороны Хэппи. Красный, пожалуйста, назад отведи. И даже если ничего нет, просто сделай это, чтобы я спокоен был. Все. Отводит красный назад. Стимпачица. Фу. Стимпачица Хэппи врывается на мейн. 4 медивака передроп. Танки дропываются. В Сиджи сейчас. Нет, не в Сиджи. Марики прямо на танки Дайши дропываются. Хэппи что-то нагло как-то действует слишком. Отдает своей танке. Не, не отдает. Переконтролил. Увел. 83-55. Все-таки жмет Дайши понемножечку. Несмотря на то, что вровень дерется. Дайши нельзя вровень драться. Дайши нужно сейчас разбирать Хэппи. Танк в танк убил. Танк один убил. Второй живет. Один фокуснул. Второй фокуснул. Красавец Хэппич. Два танка краснющих сейчас живут здесь. Нужно забрать. Хэппи не видит, не забирает. КСМ-ки там какие-то дропают. Что за КСМ-ки, черт побери. Депушка минус 46-95. У Дайши ниндзя нычка. Он пытается за счет нее выжать сейчас. Сейчас Хэппи еще жесткий выход делает. Медиваки увези Хэппич, пожалуйста. Здесь три марика осталось. Здесь скан. Сканит Хэппи. Видит прекрасно, что здесь происходит. Стимпатчица врыв пойдет. Нет, мимо проходит Мариков. Танк нужно сиджить. Нужно сиджить его так, чтобы Дайши не мог расконтролить. Сиджить так, чтобы Дайши не может расконтролить. У Хэппи 0-0. У Дайши плюс 1 есть. Неужели Хэппи сольет эту игру? Ну как ты Хэппи так позволяешь-то делать? Ну преимущество все еще гипер серьезное. Вот этой ЦЦ-шки, куда все новые и новые мулы летят. У Хэппи плюс 1 сейчас будет готов. Это хорошо. Два марика куда-то полетели в путь. Куда они полетели, это я не понимаю. Медиваков Хэппи мало строит. Почему так мало Медиваков Хэппи строит? ЦЦ-шка на третью вылетает. 88-62 боевые, это лимиты равные практически. Дайши там мулами высасывает просто столько ресурсов немерено. Опять сканит Хэппи. Да вот отсюда. Вот, вот, вот свободная касса, где у Дайши. Так, Хэппи проблевает. Медивак, да куда ты пустой там полетел? Развелся Хэппи на один Медивак. Если такую игру Хэппи отдаст, я дом труба шатал реально. Я реально дом труба шатал. Да я не могу просто на это смотреть уже. Ну, дожми ты этого, блин, бобра, блин. Выкури ты его из этого логова, чертова, блин. Наконец-таки, Хэппи, пожалуйста, проверь ты прокси все. Ну, может он где-нибудь что-нибудь там поставил. Хэппи, блин, уверен, что ничего нету. 85, 101 полеметра. И опять заходит в эту горловину узкую. Да нахера сюда лезть-то, Хэппи? Ну, пожалуйста, ну не лезь ты сюда. Хэппи лезет сюда. Нет, говорит, сюда буду лезть. Передроп на мейн пошел. Хорош, Хэппи заходит. Танки. Мариков-то вези сюда. Че ждешь-то? Выгружает Мариков Хэппи. Хорошо, Медивак Дайши сбивает, в котором никого нету. Танки Дайши прилетают. Мариков Хэппи выгружает. Танки передропают стимпак. Пошли атака. От Дайши, от Хэппи. Дальши Хэппи разваливает в хлам. 87, 7, 96. 77 по лимиту. Боевые все еще равные. Да что за бред такой. Дайши пытается Хэппи нагнать. Один танк сейчас минуснет. Ребят, если Хэппи отдаст эту игру... Я не знаю, что делать-то. У Хэппи вторая инженерка. А нет, у него армор. Сейчас грейды равные будут. По боевому лимиту Дайши уже в плюсе. ЦЦшку как Хэппи не видел, так и не видит. Неужели он не понимает? Мэй не добывается и Дайши все еще живой. Как Хэппи не может понять этого? Все, оголил свою четвертую. Дайши врывается дропом. Хэппи куда-то бежит. Куда он? Вот сюда он хочет. Да нахрена ты раньше времени сканешь? Тут Дайши же не тупой. Он поймет сейчас, что здесь отсюда врыв идет. Но он же каждый раз понимал, что это происходит. По танкам что? Шесть в шесть. Ну у Хэппи часть танков дома. Третью вообще не обороняет свою Хэппи. Ну ёп. Мастер комбэк и Дайши просто тут все не прослеживается. Так, передроп на танк Мариков пошел. Медивак нужно принимать. Хэппи ушел в центр сейчас. Медивак убей Хэппи, ну он же без буста. Ну ё-моё, как он отпускает? Контроль 300 АПМ у Хэппи. А, хотя Дайши, ну все равно, 230 минус 6, надо 264. Хэппич, как же так? Лимитов все равно больше, боевого больше, всего больше у Хэппи. Две факты работают. Дайши уже, ё-моё, здесь мулов я не знаю сколько. 30 Сэшки сейчас. У Дайши минералов больше. Выдвигается Хэппи. Выдвигается Дайши, Хэппи видит, встреча состоялась напряженная. Дайши дропается позже, чем Хэппи. Хэппи больше. Хэппи разваливает Дайши, но это-то точка, я надеюсь. Танки успевают только увезти. Забирай же все, иди, Хэппич, ну пожалуйста, ну не терзай ты меня, блин. Горло пожалей моё. Уже и так. Блин, дроп как-то не вовремя опять прилетает. Хэппи идёт вперёд. Танки врываются, не врываются, Хэппи летит. Танки дропаются, Марики прикрывают танки Дайши. Хэппи дропается, убивает всё. 116-74, неужели дожал? Фу. О, какие потери вообще были. Потерял Дайши, вышел. Сэшка падает. 57-124, 3-1, Хэппи. Котовице. Будет за кого поболеть. Будет что посмотреть. Красотища, красотища со стороны Хэппи. ГГВП, фу. ГГБ, фу. ГГБ, фу. ГГБ. ГУ… ГГБ, фу. ГГБ. Г Vice. Что у нас там будет еще что-то? Гунфу банда против Серава. Я думаю, это ПВЗ можно посмотреть будет. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Сейчас я кое-что посмотрю... Про Kings of the Craft... В каких числах он будет идти... Завтра кончится Kings of the Craft... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 А условие 2. Это если ты убил все здания и если сам игрок вышел. Но если игрок не выходит и тебя выигрывает потом после всего этого контроля, то значит как-то не очень. Ну что, банда Ламбо слил уже. Выигрывает ли банда Сирала? Ламбо очень четко отыграл, конечно. Нет, за выход в финальную часть Хэппи ничего не заработал. Но если один хотя бы тур Хэппи пройдет в финальной части, там 6 тысяч долларов уже, по-моему, приз. А что самое главное, на Иеме, на вот этом, корейцев очень мало будет. То есть их теперь везде мало. И я надеюсь, что Хэппи не повезет, в кавычках, чтобы ему главное не повезло, в кавычках, чтобы он не попал на кого-нибудь Гидру сразу вначале, на кого-нибудь такого. Ну, на европейца какого-нибудь, неважно, какого, не знаю. Попал бы, уже хорошо. Так, Фениксы прорываются. Начинается Харас, потери в этой игре уже значительные. Оракула адептов, 3 штучки, 10 дронов, 7 лингов, 2 овера. Фениксы живут, Сирал заказывает армор, 10 лингов чуть мазеркорно обстреливал. Вердос, завязываю уже. Уже не просто баянишь, а уже приелось давно. Уже пора чисто, ну, сказать, да я вас всех пи-до накажу у вас всех пи-до. И все. Наказать они ничего, уходить, не уходить. Че позориться-то, уровень нормальный, просто нужно чуть-чуть немножечко на следующий уровень шагнуть каким-то образом. Каким? И пересмотреть что-то в игре, в контроле в своем, не знаю. Попытаться совсем по-другому поиграть, как-то не знаю. Не за какую нацию, я здесь в этом матче, я за красивую игру. Так, что-то летает вперед панда фениксами. Усирала люркерден, усирала милишные грейды, ну вот, усирал, опять же, люркерден, это, конечно, хорошо. Но почему милишные грейды делаются, когда идет выход в люру, например? Ну, понятно, что это на перспективу люра чисто как оборонительное, но вот, я не знаю, мне кажется, зерги, ну, обязаны они через три эволюшена играть просто. Некоторые играют, и Сирал сам играл, кстати, в ЗВТ, правда, через три эволюшена играл. Да нет, пауз, не надо, Верди, делать, нахрен эти паузы. Ну так, отдохнуть иногда надо, каждый день, может, другую, но... Готич, конечно, сейчас, подожди. Из ГГ счета можно брать теперь. Где эта хрень сейчас? Пользователь Бенелин Гваси активировал премиум на ваш канал. Опухоль атакована. Так, зелки на мэне, ребят. Крипа очень много. Заслал тебе. Где же здесь фениксы летают? Здесь зелки отбили лингов всех. Задейфились. 2-2 делает сейчас Сирал, банда делает плюс 2. Пользователь Гати активировал премиум на ваш канал. Так, помогаешь, чем можешь. Тебе спасибо. Так, да и... Все нормально. 12 люркеров уже Сирал построил. Это много, реально. Будет ли вперед идти? Хороший вопрос. Здесь есть Шторм уже. Здесь есть Чар, здесь есть Тиморфов. 4 штуки. Зелков уже действительно много. Но нету пока ни одного Архона. Согласен, Ромзик. Ну, Пулт или Масса ХЗ, Пулт, я думаю, Хэппи может пробриться. Хотя Пулт очень четко с киважуром сегодня играл. Ну, много там корейцев есть и т.д. и т.д. Я не знаю, сколько там корейцев будет вообще на этом турнире. Надеюсь, не дико много. Ну, что, линги забегают. Ну, прошлый раз от корейцев Блай всех спас. В этот раз Блая нету. Вот, чтобы пробревать зеркал корейских. Будем надеяться на кого-то другого. Люра врывается. Кстати, люры просто немерено. Просто немерено, как было 12, так и осталось. Линги уходят. 2-2 линги уже сейчас будут. Здесь всего лишь две атаки. Третья делается. Куда делается Титан? Я уже говорил, Титан отдыхает. Что-то там у него не клеится. Плюс он делает кафе по типу Варкрафта. В Ростове с кем-то там. Где будет и кафе, и трансляция, и спортивные, и игр в том числе. Ну, то есть, я не сказал, спортивные, но на игры заточены, как бы, в том числе. Так, двойной дроп лингов на мейн летит от Сирала. Здесь забежали линги. Готов. Так, отбивается банда. Линги на халде. Хорош как пробок грызут. Они через них ездят, отдаются. Передроп двух оверов. Хороший нам идет. Довар взялков. Линги начинают брить. Адреналин есть? Нет, адреналин отсутствует. Возможно, отсутствует, потому что и хайф. Нет, хайф есть. А где адреналин? Вот пошел адреналин 3-3. Видимо, хайф только недавно доделся. Сирал пока завтыкал. Хорошая такая сейчас агрессивная действия. Мне вот нравится. Сирал забегание делает в лучших традициях Джей Донга первого Старкрафта. Туда Линги, сюда Линги. Забежал, развел. Вот. Тоже молот. Ну вот это что-то не то, правда. Куда-то не щитил. На мейн надо вырываться. Потонки подгрыз. Два зелков подгрыз. Красавчик. На 2-2-то граидах зелков с нулем. Армора сгрызает. Идет вперед. Прот стирал. Закапывается. Сейлю рой. Там не пробил. Ой, какие штормы. Как тут всех смяло. Королева от него. Фарш только остался. Но на 4-ом Некстусе. Потеря всех рабочих. Потеря всех фотонов. Линги с 2-2. Дреда меньше. Сейчас будет Агренолин. Будет вообще не шутить. Вот эту хату можно было и не терять. Любу сразу сюда привезти. Некстус не получится. Правли. Делки с 3-3, кстати говоря. С 3-3 атакой. Лингов убивает очень быстро в итоге. Еще забегание пошло. Вот. Все. Одно забегание прошло. Следующее пошло. Так. Здесь Юра копается. Сейчас под спорками пытается идти вперед. Выманивает. Сирал сюда просто. Минусует. Тут несколько споров у нас. Гунку Бандер. Штормов много. Бейлингами лучше вперед не ломиться. Линги в очередной раз наламываются. Можно адепт открыть. Можно все сблизить. Адреналин будет через секунду готов. Все готов. Но здесь Феникс. Ой. Блин. В ловушку попадают. Бедняги. Да. Вердос. Я помню. Блад через ладерную может. И тебе тоже. Давай. Там ладеры не сты. А места-то хорошие у тебя все время. Топ-16 и попер. Что, уже многие прошли. Ну, игроков сильных поменьше. Надо проходить Топ-2. Брать. Числа ХМ будет 3-4-6 марта, что ли. Или 3-6. Как-то так. По-моему. Полт Гидра валит будет. Ну, еще плюс полт Гидра валит. Я-то добавляю. Можно их минуснуть-то, что они прям всесильные, что ли. Нет, конечно. 69-57 парабам в пользу Сирала. Ну, 4 хаты. 4 Нексуса. И 3 уже почти кончилось. То есть, просто себя чувствует вполне себе неплохо. Боевого лимита у него больше. Послевал Сирал, кстати, на этих забеганиях. Просто 258 лингов. Так. Вот это хороший налог. Штормы пошли. Из-под штормов линги увернулись. Заходят на мэн. Здесь везде до варфа. Чтоб не пройти было. Но Дарк какой-то не широкоплечий оказался. Уверсир рядом. Минус Дарк в итоге. Хорош. Линги забегают. Архивы темпларов. Может, минуснуть. Я не знаю. 3-3 есть. Силками уже можно квадрат Сирал. Да он линги на фалде даже из других идёт. По РСТ. Что ж ты невнимательный? Это такое. 3-3 доделали. Всё. Третья атака не решает. Нужно чувствовать такие моменты. Понимать такие моменты. Я даже сказал. Потому что когда у тебя 3-3, даже прокликивать не надо. Сколько дойдут. Понятно. Ладно, когда у тебя 2-2 ты должен прокликать. Есть там атака. Нет там атаки. Зачем-то выкупался Люрой Сирал. Потому что здесь Фениксы рядом. Люру минусуют. Гунг-фу банда на Фениксах. Отгоняя Сирал назад. Ну, часть Люры выжила. И вот, посмотрите. То, за что я критиковал Сирал. И оно-то в итоге и работает. 3-3 милишные. Что, Лингов насливал миллиард везде. А Люра, то, что основной вообще. Основная армия, фактически, которая бьётся. Она с нулём атаки. И это же печально очень. Так, Готич, там, когда ты банишь, типа, выбираешь другую причину. Там есть толкунов, там можно. Тридцатничек поставить же. Вот. Если увидеть вправо рекламщиков два всяких. Особенно без спроса. Только играй не в одну атаку. В чём проблема-то, чё, чё ты, блин? Ущербность никакой? Контроль есть. ЦПМ большой. Ну, ты таск трейн, там, не знаю. ИМС-ки какие-нибудь. Поиграю по фантом, не знаю. По контролю микро. Два на два поприкалывается. Рандомным в конце контролей. Тоже мне всегда помогает. Когда впадал вообще, чтобы так механику не терять. Рандомным покатал. Может, ещё и чё-то и понял, как кто тащит там. Как это законтрить. Вот Сирал делает атаку на мутку. А Леврей так и не хочет. Так, зелёнка пошла. Хорош! Врыв фениксов идёт. Минус несколько фениксов. Ещё один погиб. Всё под зелёнкой. Ё-моё, мухи жрут какие-то. Непонятное. Рейндж фениксом. Посмотрите, как Сирал вывел буквально там за секунду до готовности. Красавчик. Здесь архоны. Здесь всё вообще. Здесь зелки. Точнее, зелок дарк отгоняется. Сирал так и не может занять третью. Займи же ты уже эту третью, чёрт. Ольшедоу, спасибо. Пойдём всем за премиум подписки. Так. Заходит Сирал. Патонка отключается. Ах, он приходит. Ти-штромички есть? Есть. Но не встал Сирал. Точнее, не то, что не встал. Он просто не сконтролил, походу. Фениксы с грейдами. Да, плюс один есть. Три феникса. Ё-моё, зарас троится. Нужно вайпером энергию пополнять, иначе беда. Опять зелки врываются. Вот этот раз Сирал отбивает. Молодец, хату свою. Лимита больше. Ну, вот было бы Лёв раз атака. Ё-моё. Двадцатка. Два дэмэджа, 26 бы, да, было там? Опа. Спасибо всем за внимание. Но БО-5 это будет интересно. Это только первая игра у нас. Что-то тут линги накопаны. Бэйнов можно закопать. Бэйнами можно, кстати, ворваться. Бэйлингов мук есть? Нет мук. Бэйнами. Так, здесь дарки пришли. Что-то тут насливало в итоге очень много. Так. Так. Слышал взрыв. Это Бэйлинги были. Ну, не сильно-то эффективно. Они там взорвались. Прот с тремя атаками идёт вперёд. Ну, 3-3 усирало. Ну, ни ультры ни хрена нет. Гэйш, если линги на 3-3 грейдах, они не могут убить даже с тремя атаками, потому что здесь-то не линги. Посмотрите, здесь какой ад. Здесь архонов только 7 штук идёт. И фениксов миллиард. 16, как бы. Немножечко, да, так, фениксов. Зелёнка пошла. 18 мутались. Посплитит там банда. Зелёнка уже не так жестоко сейчас дэмэджит, как раньше. Люра есть. 180 на 200 по лимиту в пользу просто. Люра атакует. Всё, нексус, простите, хату минус 0 и всё. И ушёл. Кармы там по люре идут. Фидбэчнуть не так-то просто. Потому что новичка притянул. Упирал уже по принципу хоть что-нибудь. Отрезать бы, оторвать бы. Вайперами минуснул сейчас архонов. И всё на зелёнку нет. Понимает эта банда. Начинает, блин, бомбить здесь всё фениксами. Летать, беспределить. Запас хороший. По ресурсам. Громжик пишет. Сегодня ещё отбор американского сервера, даже китаец. Если ты мне предлагаешь с 13.00 начал до 13.00 завтрашнего дня, походу. Да, бомбанусь? Чисто рекорд 16 часов, два раза установленный мной подряд. Нужно побить, ты думаешь, да? 24 или бомбанусь. Ну, на американском процессе я в игру ворваться не смогу. Я, конечно, готов. Чуть-чуть не готов. Штармы идут. Блин, линги здесь просто. Архонов сгрызся. Один линк. В надежде. Сейчас я его съем. Сейчас я съем. Сейчас я съем. Нет, не съем. Закопался. Умный линк оказался. Я думал, сейчас будет печальная история о потерянном линге. Два каррера каких-то. Зачем-то непонятно. Банда там строит. 195-156. Может, мискликнул. А может, специально каррера. Не знаю. Альхонт караулит стоит. Не, говорит. Пойду я. Пробку может подставить. Пробку может подставить. Ну что, хорошая линия обороны усирала. Четвертая кончилась. Тут я зеваю. Вы, наверное, видите все дела. Четвертая кончилась. Пятую занял. Здесь вообще все добывается у Пробса. Вижу карреров две штуки. Да уже можно, я не знаю, себе там убить ненужных юнитов каких-нибудь. Ну, не пси-штрамовиков явно, которых я выбрал. Да и делков, кстати, особо нет уже. Так, врываются фениксов. Сейчас. Сирал. Хорошо зеленки накидал. Пожгло, ребят. Пожгло немножечко. Даже 60 лимит. 60 дэмэджей их кумарит. Нормально. 90. Да, конечно, это перебор было. У них 180 хп. Две зеленки. Они, если рядом еще находятся друг друга, жгут, тоже они к его получаются. С разных сторон. Так, притягивает карреру. Сирал. Муткой стрелять ты по фениксам сирать. Что ж ты делаешь? Просто на муви летит, отдается. Нет, потом начал стрелять, но все равно мутку всю слил. Третья атака на мутку вошла. Здорово, Илю. Красиво карри разорвался. Хорошая графика была. О! Комариёк налетело. Наверное, где-то водоем надо мелиорацию делать. Ладно, сейчас комариёк отгниет, само собой. С пыльцой, думаешь, и 30 часов титановской смогу стримануть. Не уверен. Может быть, сразу пойду отдыхать. Титан-то устал. Видишь-ка, насколько устал. До сих пор что-то отдыхает. Так, здесь хату очередной обменяет просто. Зерк понемножку, понемножку выходит. Какие-то макро-адские игры у нас пошли. Обычно ЗВП такое нечасто и бывает. Филиппортация завершена. Алионосец прибыл. Месторождение минералов истощено. Филиппортация завершена. Филиппортация завершена. Филиппортация завершена. Филиппортация завершена. Что у тебя, Люк, за самолёт? Су-34 ждёт. Так, ну что, тут кареры. Оп, нет. Обратно ушли. Мы стали муглить. Хороший микс, конечно. Мне больше нравится микс кареры. Темписты. Ну, темпистами лучше прессовать. Но карерами лучше бой принимать. Если бы на такую хрень зерк поломится, его вообще в щи просто растебает всего. Но если бы ещё у габанда бы делал грейды, бы нормально вообще бы молодцом был. Так, микозы. Выпускает муку в итоге у нас. Да кинь-то микоз. Рёд, дохнут эти инфесторы, бля. Даже мик... А, по карерам прохлада по мухам надо было под спорками кидать. Что же ты делаешь, Сирал? Сирал даёт. Так, вытягивает два карера. Так, всё, мячки есть. Кареры отдаются. Красиво отдаются. Хе-хе-хе-хе. Сколько комары летают? Минуту, по-моему, на минуту кареры выпускают. А нет, составляет 43 секунды. Минута по старым, короче говоря, таймерам. По-новому, по-обычным 43 секунды летают муфы. Ну что-то, прям, это что, банда? Сколько раз не ел? Сирал да, понятно, он всю игру в какой-то попе сидит. Ему понятно, тут лучше аккуратнее быть. Не хочется отдавать. Банда-то, что, блин, ресурсов миллиард. Настрой-то, я не знаю, убей ты сам всю эту хрень. Настрой-то кареров там 15 штук. А клик нажми, уже полети, наконец-то. Нет, что-то сидит, что-то ждёт. Нет, да, по шнурам, чтобы живот не портить, желудок. Ладно, не будем об этом говорить. Как говорится, ума нет, считай инвалид с рождения. Ну что, Сирал пытается всё-таки хату строить. 29,50 по рабочим. Зилок всё режет и режет. Минус зилок. Всю игру ультра, эти люра обделённая. Всю игру и королевы. Ну, конечно-таки что-то произошло. Даже так боя финального не было. Всю игру люраса о нулём атаке. Ну, блин, делайте в эзерге. Ну, если вы сраной люры, 40, фут 40, 16 штук там на обороне. Ну, сделайте вы им рейнджовые грейды. Да три эволюшена ставить пора, не знаю, или в двух уже там можно по одному делать. Ну, как так-то? Жду следующую игру. Уже 0,39. Вырываюсь ещё раз. Через 120 минут, 12 часов будет стрима. Ну что же, на рекорды не идём. Ну, всё в порядке. Плодотворно сегодня всё было. По всем параметрам. Какое число-то у нас? Седьмое число. А, февраль же, ём, на два дня короче. Уже треть месяца почти, а не, треть-четверть месяца прошло. А, февраль же, ём, на два дня. Да. Седьмое число. О, делаем. Продолжение следует... 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 Так, что захват... Ой-ой-ой, захват поменял я, прошу прощения... Случайно... Ход-кей нажал... Прошу прощения, реально случайно нажал ход-кей, перебиндил просто на блоковские циферки, контролав в опсе, они переключаются везде, где бы свернут не было, как бы... Вот такой вот косяк... Ну, 12 часов стримы... Как бы это нелегко... Это нелегко... Пора рабочего дня получается... Нормально... Серджион 56 поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно... На сушки к чаю... Спасибо, Серджион 56... На сушке к чаю пригодится... Да всё увидите, не волнуйтесь... Хэп прошёл... Самое главное... Шучу, шучу... Всё нормально... Всё сейчас будем смотреть... Оракул нажигает... Трёх дронов минус нул... Четырёх дронов минус нул у нас... Бунфубан... 43-37 парабам... Будет давить вообще... Серап... Ринги здесь... Девять дронов ещё строят... Сроучворн есть... Королевы новые добавляются... Ничего не случилось на самом деле за всё это время... Я уже вам чат отписал игру... Сейчас буду нервничать уже... Завязывайте... Королевы здесь... Шесть штук... Вот к развязке успеваем... Роучи строятся... 45-50 парабам... Два золота добывается... Где реводжеры, где роучи... Почему сюда всё не идёт... Не понимаю... Понемножечку всё сюда идёт... Сколько королев-то вообще? Девять штук... Ну, жёсткие пушки... С королевами будут... Но... Можно эволюшн ставить... Атаку... Крисумары прямо под базу... Зажаживаясь... Я так... Атакованный... Адвир... Крисумары... Вебка в любом случае маленькая бы была... Ну что, пришел буш. Немножечко так заобузил, да, карту стирал. Хорошая стратегия у него. Так, мог бы больше дестабилизатором сейчас убить банда, но больше не убил. Оригинальное место для ниндзя-нексуса. Ну, честно говоря, как-то, по-моему, нагловато. Оракул, госпожок, еще немножечко рабочих. Дестабилизатор номер два сейчас будет готов. Так, одного реводера сбрило. Пилончик минус, да, пилончик минус. Еще раз стреляет. Мулахо, все, больше дестабилизаторов нет, камни терпит. Бывает, захватывался. Зато микрофон давно не выключал-то, так, чтобы минут на пять разговаривать, а ничего не происходит. Так, королева тут на Оракуле отдается. Что-то банда не законтролила, отдал Оракулу. Зря отдал. Ниндзя-нексус был найден. Как же так? Да вот здесь база стоит рядом. Не, на этой карте я пока не видел, чтобы равный протас равного зерга более-менее. Вот на хорошем уровне выигрывал, на каком-то слабеньком понятно, что может карта там не так важна будет. Целивочные джи-джи-баттерсы. Надо, значит, выбьем. Если надо. Если уж прямо надо. Так, еще врыв дестабилизейшнс. Линги что-то оббегают там. Вообще сегодня я, ну, все видели, как просто я сегодня на высоте. Как с дайши был вопрос просто решен. С моим даже не идеальным, прям, английским. Ну, достаточным для общения с дайши. И вообще, в принципе, вот. Четко. Не имею, могу, бывает иногда. Вот. Так что мы все из игры смотрели. Идет вперед у нас уже Сирал. Че-то тут банда встал. И почему-то здесь стабилизаторы на КДшечке. Почему-то фаербулы не кидаются. Хотя реводзеров миллиард. 186, 109. Нужно ли лезть в лоб-то? Здесь смутались-ка встроиться. Я не Сирал, а случайно сказал. Дайши, конечно, расконтролил я, а не Сиралом. Если я сказал Сирал, он мне показал еще, что я чуть не то говорю. Но уже могу договаривать. Конечна. Фаербулы падают. Талкеров пару продем. 173, 105. Призма полетела. А что? Зачем это призма полетела? Ё-моё, тут полтора ка. 1600 уже. Крип уже овер это подведи. На мейн надо крип затягивать, чтобы выходил он уже из игры наконец-то. Может выйдет-то, если на мейн не переплетелить. Муталиски налетают, дестабилизаторы падают. Выстрел еще один прошел. Муталиски отваливаются. Не, на рампу как-то лезть опасно. Спуси. Что тянет-то банка? Неужели, думаю, это еще выиграет? Видимо, да. Муталиски что-то не в бою. Ру еще несколько минут. Ну, мутка мейн начинает шатыйдить. Да, уже не надо даже в лоб дать. Пусть мутка здания пока убивает. Пока не дерется полу армии, часть элиминейт будет делать. Набивая от всех робок. 70 лимита. Блин, наконец-то. Ну, слава богу. 1-1. Идем. Следующего, прошу прощения. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Да не, наоборот, как бы чисто нормально написал. Говорю, братан, я весь день стримлю просто уже. Все игры из игры. Задержка есть, как у всех. А плачешь один ты только что-то. А я во всех играх был. Ну, он не стал ничего писать, голову, типа, все дела. Понял. Что-то да, что-то я перебарщиваю, похоже. Субтитры сделал DimaTorzok. Орбитальная веревь, хорошая такая карта, макро-карта. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok. Да она и должна заезжать, все нормально. Нет, он не жаловался, он как раз таки плакал на оборудовании, это по-другому и не назовешь, когда жалуются, тогда жалуются. Нет, если бы я так написал, тогда бы точно я бы не смогу там в игре быть. Не надо как бы ругаться там, что-то кого-то, нужно объяснить грамотно. Ну что, два адептика вперед, поехали. Робо у банды. Робо, кстати, очень ранее возникает подозрение, что будет какой-то прессинг. Мам, у чела где задержка не повырела? Мам, у чела где что-ли? Лихлестный. Мам, у чела где-ли? Киберспейс, ну да, что-то так и было. Ну ладно, да, все говорят, окей, тогда стрим меня, чтобы я был на твоем стриме. Я говорю, ну окей, тогда ты исключаешься из лохов. Минус-овер решил потратить у банды. Немножечко энергии. А, это дестабилизаторы пошли, я понял. Вот. Продолжение следует... 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 Я антибиотики два дня проколол, только Гизма, а мне еще три. Так что никаких твоих рецептов. Приходит Сирал, минус Нейксус на третьей базе. Юра копается, начинает хайграунд прессовать, мутка гидра, все здесь, здесь дарки контратакуют, королеву убьют очень сильно, есть оверсир, дроны с королевами отбиваются, вот двумя атаками, да, как королева сразу дэмэдж приятно наносит, 100 на 170 по лимиту, бояться нечего, шторма нет, на оклике заходи, и лизи просто заходи. Не, Феникс, именно такое количество гидры, 24 ровно, посмотрите, единичка только, нету два, поэтому, значит, только эти. Хорош, ровный такой контролец второго Старкрафта, но второму еще больше нужно. Здесь Роучи ставят, кстати, какие-то забытые, несправедливо. Фениксы залетают, мутайские встречают их. Юра-то зачем пришла? Ну, всеми, Сирал, вернулся, зачем ты бегаешь? Да вот с этой широкой рампы зайти не с узкой убить, все, надо на оклике, крип прям под рампой. Заходи, не хочу, вообще. Ну, Сирал, вот я понимаю, почему он Хэппи проиграл, а Сорт-Офф выиграл. Потому что Сорт-Офф не позволял такую хрень делать, вот как сейчас Сирал и Хэппи в том числе. А Сирал и Хэппи позволяют, и Гунфубан не позволяют. Ну, здесь преимущество просто с колоссами. Что позволяет? Да просто прилетают каких-то непонятных 10 юнитов, которые даже по земле не стреляют. Сирал бегает всем своим лимитам за ним. Зачем? Иди ты, убей его. Ну, дождался, штурмовики появились. Сейчас давай отдадим. Выходит банда вперед. Да я не знаю, вайперами в конце концов вытащить. Ге-ге. Разгром. Выманил. Все-таки выманил банду. Банда не сидела столь тоже на хайграунде. Вы сами все видели. Очень жестко. Принял, Сирал банду. Кас что-то там катает. Час 11. Что он там катает? Ну, хотя у Каса меньше на час. Сейчас, насколько я понимаю. Или на два, сколько там сейчас на Украине. Время. У Каса там. Где там Каса? Тернополь или где он там? Что-то подзабыл я. Хоста пока нету. Ждем. Тернополь. Приятного аппетита. Продолжение следует... 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 Продолж... Продолжение следует... Продолж... Продолжение следует... Продолжение следует...